здравствуйте здравствуйте многоуважаемые радиослушатели сегодня мы немножечко немножечко припозднились у меня болела башка очень сильно вот и потом нужно было сильно посрать ну в общем полчаса мы немножечко проебали но это не главное главное то что мы снова вместе можем слышать друг друга аллилуйя приходите приходите к нам в нашу конференцию и рассказывайте свои охуительные истории как всегда в субботе конференции вы можете выступить чем-то интересным или не очень интересным рассказать как прошла ваша неделя как вы покакали я вот сегодня петуха ел и какал какал не очень хорошо честно говоря вонюче какал а вот раньше раньше то у меня были жесткие упругие колбаски вот а сейчас говно какое-то не горжусь то чем я как и вот но главное что петуха то поел хотя вместо петуха был индюк на самом деле но так или иначе все хорошо все прекрасно жизнь продолжается несмотря ни на что кстати заметил чем больше натуральных продуктов и чем проще вот такое натуральное блюдо тем меньше нужны специи даже например соль не особенно нужно казалось бы сварить бульон из мяса без соли вот но кушать его без соли как-то не особенно интересно вот или например картошку сварить также без соли не ну в принципе есть можно но будешь как бы есть и давиться этой самой картошкой потому что ну как-то но не то а вот смешал мясо такой жирный прижирный даже как не то чтобы жирный а насыщенный бульон потому что что такое жирный бульон если ты сало там сварил свининки там какой-нибудь подкожный ну вот и у тебя там будут пузырьки жира плавать но это же невкусно другое дело сварил там несколько часов какую-нибудь ногу вот там с мясом с костями с этими жилками жилищами и получается такой насыщенный при насыщенный бульончик вот который очень хорошо застывает даже без какого-то холодильника без и уж тем более всякого желатина он просто вот при комнатной температуре схватывается и получается такой холодец так вот если такой бульончик добавить картошечки по началу есть это несколько неприятно без соли потому что ну как то вот не то организм требует хлорида натрия своего любимого но если так и не такой диет несколько дней по пожить то хлорид натрия как-то уже не особенно нужен ты начинаешь чувствовать все больше и больше вкуса мяса вот да и картошки тоже вот на пишет теперь буду говорить всем что я не жирный а насыщенный да он он ты насыщенный ну вот вообще чем больше ты ешь хороших насыщенных продуктов тем меньше хочется потреблять химии это я говорю не только про пищевую соль кстати пищевая соль это хоть и казалось бы страшная белая смерть но также и жизненно необходимый для нас элемент мы без хлорида натрия не можем жить вот зато мы можем прекрасно жить без каких-то подсластителей ароматизаторов и прочей химической отравы так что в общем кушайте натурально кушайте насыщенные вещи простые вещи они просты в приготовлении они стоят ну не так уж и дорого в конце то концов я вот купил ногу петуха этого она мне обошлась где-то рублей в двести ну вот в общем вся моя жратва сегодня что это где-то рублей двести Аня ну еще я творог сегодня не ел вот я сейчас торгаю этим самым творогом в общем переходите к натуральному жизни к натуральной такому жизнеобеспечению кушайте натуральные продукты Готовьте просто! изящно! в вкусно! ееееееееееееееей так что ж с тем временем нам пишут многоуважаемые анончики я я уху ел ух а это прекрасно кстати, уха может быть немного разный например казалось бы есть дешовая рыбка которая не то чтобы как бы ее есть хорошо, потому что из благородной красной рыбы. Ну, из благородной красной рыбы это вообще замечательно. По 5 баксов. Ох, как! Я по-другому скажу. Значит, есть дешевая рыбка, совсем такая говеная, костлявая. Ее даже коту особенно не дашь. Но ее можно сложить в большую-большую кастрюльку и можно так основательно, качественно поварить. И получится рыбный отвар. А вот на этом рыбном отваре уже можно готовить что-то дальше. Ну, хотя бы даже простейших макарончик сварить уже будет замечательно. Но! Но! Такую... Если у тебя, например, есть возможность эту рыбу, которую ты отварил, перемолоть в костную муку, эту костную муку можно скормить, например, в качестве добавки к комбикорму домашней скотине. Например, тем же курам. Опять-таки, чем кормить тех же самых кур? Например, их можно кормить зерном. Но! Это зерно можно отварить вот в этом рыбном растворе. И курии будут его жрать еще с большим желанием, с большим аппетитом. Вот, потому что на YouTube трансляция не идет? Нет, сегодня не идет. Вот. А надо было? Мы можем выложить запись на YouTube после, собственно говоря, эфиру. Вот. Так, что тут нам написали еще интересное? А, да, по поводу это значит про дешевую рыбу. В общем, дешевая рыба это может быть пищевой основой как различных бульонов, как различные соусы, так и, например, можно скотину кормить этой самой дешевой рыбой на отваре именно из рыбы. Если же говорить о благородной красной рыбе, ну, что вам сказать, это дорого. Очень, очень дорого для меня. Но зато есть фарш, рыбный фарш по 150 рублей, не то за килограмм, не то за полкило, я не помню. Помнится, я взял, сварил такие тевтельки, ну, просто вот поставил кипяточек и вот шариками этого фарша туда побросал. Господи, это было божественно! Во-первых, из этой рыбы, пускай из этого фарша лососёвых, лососём и мороженый, да, вот, получился, во-первых, отличнейший бульончик, вкусный, прекрасный, во-вторых, вот с вами такие лососёмы, которые я в виде шариков набросал, господи, это 10 из 10 было, 10 из 10, аллилуйя! вот, но дорого для меня, это дорого, по крайней мере, фарш по 150 рублей не составляет конкуренцию куриному фаршу, который тогда был где-то по 75 рублей, вот, вот, то есть, как минимум, в два раза дороже, вот, нам пишут, рыбный фарш, но хвосты и головы же, не согласен, рыбный фарш бывает разных, разных, сортов разных видов, рыбный фарш может быть в виде таких, брикетов, как раз из хвостов, всяких, хребтов, там, позвоночники перемолотые, вот, жрать это, я тебе скажу так, нельзя, однажды я купил этого рыбного фарша глубокой заморозки, ну, там, по-моему, килограмм пять его меньше не продавали, по какой-то очень обер низкой цене, ну, думаю, мне насрать, что там было, как там было, думаю, за такие деньги я это съем, вот пишут, рыбный фарш, головы, мозги, до кости, черепа, вот, я как раз думал, похуй, что там есть за эти деньги, я это съем, я пробовал это варить, пробовал тушить, жарить, парить, в общем, дрянь редкостная, я в конце концов вывалил эту всю дрянь на улицу, думаю, кошки сожрут, потом мне кошек стало жалко, потому что с такой дряни еще и кошки потравятся, ну, полная гадость, которую я не сумел, признаюсь честно, никак использовать во имя чего-то полезного, ну вот, а вот лососевый фарш из благородной красной рыбы, господи, 10 из 10, 10 из 10, господи, аллилуйя, вот нам пишут, лох, да, я такой, что же касается головы, мозги, кости, черепа, я вот сегодня видел в магазине мясо, прессованное свиных голов, почти что взял, но потом вспомнил про разные прионы, которые обитают в мозгах, и решил себе не покупать очередную нянку, а стоил он, кстати, относительно недорого, что-то по 150, что ли, рублей, или где-то вот в этом районе, вот, ты выбросил фарш, эх ты, в деревнях-то ели все, да, тот фарш я выбросил, так, фарш малса, сливочного, морковь, яйца, плавленого сырка, дрючба, 10 из 10, эх, в рашке плавленый сырок, дрючба, лучше не покупать, если, конечно, не планируешь провести какое-то особо циничное извращение с кем-либо из своих неприятелей, холодец на свиных мозгах, да, мне так и сказать, это как холодец, только без дрожалки, так, что же нам еще интересного написали, а написали нам то, что опять я один за всех отдуваюсь, опять у нас конфа полна людей, ну, как полна, люди есть, но не особенно эти люди горят желанием выступать и что-то рассказывать, хотя люди привет анонны прием космопорт ну, я, короче, медленно, не знаю, то ли схожу с ума, то ли я у меня так действуют таблетки, но я хочу собаку себе завести, я хочу семью себе завести, у тебя же есть бабка, что тебе с 9-10, ну, мне вот сказали, чтобы взять ребенка из детского дома, нужно полноценную семью иметь, вот. Нет, там там требования, ты должен быть на 18 лет старше, ну, минимум ребенка, потом ты должен иметь жилплощадь, постоянный доход, и жилплощадь погоди, погоди, постоянный доход, насколько много, на 18 лет я старше многих тут присутствующих, к сожалению, я старый уже, жилплощадь есть, а вот с доходом, доход, смотри, у тебя там, я не помню, но мне кажется, там минимум два мрота, что ли, там где-то есть каким-то государственным органом высчитано, сколько там нужно на ребенка содержание. не, понимаешь, тут какой прикол, когда ты берешь ребенка из детдома, тебе платят около трех мрот, 20 штук, в общем, тебе платят, короче, вот это мне очень так интересно. Ну, понимаешь, я особо не изучал вопрос становления, просто говорю, что до 18. Кстати, если его не возьмут, не возьмешь ты, еще где донатсы дают аты бесплатные. Да, да, да. А вот если ты усыновил, то хатун не получишь. Зато пенсия будет идти, а за 20 тысяч тоже деньги. Ну, понимаешь, самая, блин, проблема это показать органам опеки попечительства то, что ты имеешь усыновления все условия для усыновления. Если минимально проходишь и заносишь постоянно конфеты и цветы тетечкам и запеки попечительств, я думаю, тебе все-таки позволят усыновить. я им фоточку в своей квартире скину, как думаешь, сразу все будет? Нет, ты описываешь травы бардаку каждый раз не дадут. Сынельно. Ну, ты что, тебя такой срач, что тебе даже животных завести не разрешат. Вот, кстати, хороший совет сразу. Бля, не заводи, подумай, все равно за пушистым пидором убирать говно не будешь. Кстати, я буду убирать говно за пушистым пидором. Я бы хотел, конечно, кота, но мне кажется, собака лучше подойдет для проживания. Но есть одна большая проблема. Я живу в арендованной квартире. И когда я договорился насчет аренды, то есть при заключении договора, я спросил, можно ли мне держать сидеть животных? Однозначно мне хозяин квартиры сказал нет. Так, ну, значит, что я тебе скажу? По поводу жизни в арендованной квартире с животными. Можно попробовать переговорить с владельцем и сказать, так, у меня скоро будет щенок. Вот, пожалуйста, давайте мы пересмотрим условия нашего договора. или я, наверное, буду подыскивать себе новую квартиру. Понимаешь, они скажут, ну, окей, ищи новую квартиру, нам-то что? Ну, смотри, во-первых, этот разговор тебя ни к чему не обязывает. Во-вторых, ты сам должен решить для себя, как ты именно хочешь жить-то дальше. И если ты хочешь собаку, и вот из-за такого паскудного домовладельца не сможешь реализовать свою мечту, лет через 10-20 ты будешь говорить, вот, знаете, вот я был молод, я хотел собаку, вот из-за какого-то коммунального вопроса, из-за какой-то мелочи, из-за какого-то мудака, с которым я заключил договор, я не исполнил свою мечту. И будет очень больно и обидно. Так что, почему бы не поискать? Понимаешь, мне осталось прожить до окончания четвертого курса. И я все, я съезжаю нахуй. То есть, я могу потерпеть еще полгода. Ну, ладно. Именно вот у меня проблема то, что у меня приступ поодиночеству, никого тут нет, я только один в этой хотят. Может быть, ты хочешь завести анончика? Отличная идея, отличная. Требование канон тогда чистоплотный, чтобы убирался, удел готовить. С меня куком места. Да, с меня куком места. ванная, стиральная машина, микроволновка и чайник. И доступ в интернет. Ну... Заплатить сколько будешь анончику? Нисколько. Тут туда нахуй все есть требования. А, проживание бесплатное. Да, то есть требования за койко место. не, в принципе, в принципе, вот, если убрать готовку, то, в принципе, требования такие уж и большие. Потом пишут, заводи анончика, только приготовься убирать за ним. А тут там также пишут заводи начальника. Да, и я сразу в довесок, раз уж мы начали такие разговоры о микросоциуме, вот, я все-таки хочу немножечко откомментировать сообщение. Что? Что нет? Я думал, ты начнешь вот опять о своем больном насущем. Да, я начну о своем больном. И вот, я еще раз прочитаю это сообщение. Не заводи подумай, все равно за пушистым пидором убирать говно не будешь. А вот представьте, что в качестве пушистого пидора завелся анончик фуриев там в виде какой-то большой такой собачки или волка. Ну, вы понимаете это все. Вот. И он вполне себе пушистый и хотел бы играть с вами. Но вот вопрос. Ты его домашнее лаврение. Вот. Но подумай, вот ты его еще не завел, а уже завешь пушистым пидором. Ребята, нельзя так. Я считаю своего сожителя, неважно, кот, собака это, или домашнее лаврение, своего сожителя нужно расценивать как члена своей семьи, как часть самого себя. Что-то такое родное, близкое. И считать его пидором, ну, не надо. Если вы считаете вот того, кто живет рядом с вами пидором, то есть уже вы его еще не завели, а ну вот, дескать, рядом будет у меня пушистый пидор, люди, не заводите себе вот никого, пожалуйста. пока мы затронули пидором, я тут вспомнил историю своего первого сожительства, я снимал хату своим одноклассникам, и когда мы были еще школьными пидорами, долбоебами, у нас было все нормально, около дружба, то-то-се, нормально относились друг к другу, а как начали жить под одной крышей, так все, мы собачились каждый день. Недель, ну, раз в неделю, точно. Мы были пидорами, но у нас была такая нормальная дружба. Да, а я вот Симор считаю гондоном. Так, я не очень понимаю, почему здесь гондоны, почему пидоры, почему нельзя просто относиться с уважением к... Понимаешь, он ко мне уважения не относился, я к нему насколько мог относиться, пока он не пережил всю... блять, ко мне... так сказать, запас доверия не исчерпал. Ну, а дальше, что ты сделал? запас терпения. Терпение, доверие... Нет, он сам съебал, но съебал, точнее, его забрали родители и сняли другую хату. Но, это, блять, он мне... его родители меня, знатно, поднастрали с домовладельцем отношений. Так, погоди, а какой смысл вот было жить с человеком, который тебе вот совершенно не нравится? Ну, понимаешь, тут, типа, новый город, типа, ну, мы поступили, блять, в один гневерок. И, типа, друг друга знаем, типа, друзья, ну, и там, на первое время, экономия, прочее дерьмо. кровать не разделили? У нас, представляешь, у нас было два дивана. Так, если я с большой хаппл. Что в отношениях с твоим другом пошло не так? Ой, что, пошло не так? Ага. Ну, понимаешь, он начал относиться постепенно ко мне как, не знаю, дерьма. Хотя я к нему нормально относился. Ну, это твоя версия. Да, моя версия такова, что, не знаю, я, может быть, надоел, может, еще чего-нибудь у него, блять, у него больную в голове. Потом, когда началась холода, у нас была квартира в... Может, так он пытался с тобой заигрывать? Ой, я на этим шутил, кстати. Он мои шутки не распринимал. На этой теме. Может быть, шутки доебали. Не, понимаешь, а... в шуточном множении он ведущий. Мне... Мне он то, что нравится, что, типа, он весел, мне вот давал заряд позитива, а... чтобы я вот... Вот, в,лядь, дерьмо день прошел, пообщался, чем там, какую-нибудь смехучку, сказал, о-ха-ха-ха, спешной такое настроение поднимается. Просто понимаю, ну, я просто считаю, что я себя был, ну, частично и зависим от него в национальном плане. я это понимаю, такой эдакий лучший друг. Да-да-да-да-да-да. Это так было. Ну, а что же потом стало не так? Ну, мы ругались, по... Чего не убер... тот или другой, он не убирает там картошку мы привезли родители месяц, нет, даже больше месяца, она уже гнить начала. Ну, я не выкидываю, да я потом выкину. Ну, взял эту картошку и выкинул за него, какие проблемы? я буду за него делать? Почему я буду за другого человека? Потому что это фактически продолжение от себя. я еще раз говорю, своего сожителя я рассматриваю как продолжение самого себя. Вот. Ну, у него нет времени или желания. Спрашиваешь, хорошо, ты потом выкинешь, может быть, я это выкину? Ты разрешаешь мне? Вот. И идешь выбрасывать сам, потому что в конечном итоге это надо именно тебе, сука. Понимаешь? У меня вопрос. В том дерьме... Давай вопрос. В каком... Погоди, в том дерьме что? Давайте сначала вопрос, а потом... Ты вот говоришь, что продолжение самого себя. А кто начало, а кто конец? Не смешно. Не, понимаете, меня... Я к нему... Понимаешь, ну, он это, я это, я у нас, типа, границы, где начинается... Мы обязанности, типа, поначалу распределили, кто за что ответственный, типа, я драйву, допустим, комнату, где мы живем, коридор, он, толчок, ну, всю территорию, где толчок и ванная, а еще кухня. Ну, из-за того, что я на кухне постоянно готовил, он, типа, сам убирайся, ты там, блядь, готовишь. Ну, это не лишено смысла. Ну, ладно, допустим, ну, я после уборки убирал. Нет, вам нужно было всего лишь перераспределить обязанности. При этом... За одного, что на меня больше обязанностей, понимаешь, ну, мы живем, мы так сожительством... Нет, ты на себя берешь кухню, а ему отдаешь какой-то другой участок, например, коридор. Ну, я ему вот предлагал, давай тебе отдадим, отдам это, ты будешь драйвить комнату, потому что твой пылесос... Я... Ну, ты мне не показал, как ему, блядь, работает. Давай будешь убирать комнату, где мы живем. Там ковер, его нужно пылесосить. Он мне ничего не ответил на перераспределение обязанностей. И вот, когда он съебал первым, ну, на каникулы, я... Может, он ждал с твоей стороны поцелуя? Ммм... Не, не думаю. Но очень странный игнор, на самом деле, потому что вот так вроде вы жили нормально, а потом вот все пошло как-то странным образом. Я... 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 Ну, погоди, ну, вот он съебал, а дальше что? Ну, не съебал, но на каникулы, то есть вперед раньше меня уехал на каникулы, а мне пришлось перед... чтобы, когда у вас не будет я буду периодически приходить, чтобы это не иметь с ней ссоров, мне пришлось хату дочищать, то есть чистить там ванную, чистить, помимо того, что я должен чистить еще кухню, то есть генеральную уборку каждый раз сделать перед отъездом. ну, в принципе, это небольшая плата. Небольшая плата за что? Мне человек ничего замен не давал. За совместное проживание. Совместно он тебе дал такой донат, как бы скидка на всю квартиру, вот, то, что там жил вместе. А я в ответ тоже дал скидку на квартиру. Скидка на то, что мы интернет пополам платили. Ну, вот, в какой-то момент... Коммунальные расходы пополам платили. Да, все правильно. В какой-то момент он съебал, и стал жить один за ответственные нагрузки. Он съебал, и я стал жить один, и мне стало нормально. Я понял, что я другого на время взял себе сожителя, и он был лучше с него. Мы с ним нормально находили общий язык, нормально распределили обязанности по дому. Вот, значит, как ты парней меняешь. Да, я такой. Иногда сосед, ссыбавший на каникулы, это каникулы у тебя самого. Ну, так хорошо, у тебя появился второй мальчик. Отлично. А дальше что было? Ну, он предупредил меня, что так, так, мне родители сняли, дали квартиру. Типа, я у тебя перекатался, говорю, да ничего, спасибо, мне, сэкономил на квартире, благодаря тебе. Типа, понимаешь, сожительство, по моему мнению, это частичный симбиоз. Да, конечно. и когда твой симбиот не дает ничего неплохого, он становится паразитом. Ну, не факт, не факт. А когда она тебя паразитирует, у тебя накапливается ненависть. Ну, это, знаешь, это в твоей голове проблемы, исключительно в твоей голове. Вот возьмем ту самую... Я бы сказал бы его мировоззрение. Возьмем, например, ту же самую собаку, которую ты сейчас хочешь завести. Если посмотреть вот со стороны, что такое собака? Жрет, срет, с ней еще постоянно гулять надо. Толку никакого. Ну, по моему мнению, что вот это не верит тем, что гулять это для меня полезно, я для этого беру частич, чтобы у меня был стимул ходить, с ней гулять. Я ее в основном беру как компаньона, то есть подавляя свои некоторые чувства из-за того, что нерализованность социальная, потребность типа в человеческом потребности в живом существе и в обнимашках. И в обнимашках, да-да-да-да-да. Прочие... поцелуя. Ну, вот этот самый паразит, который, в общем-то, паразитировал на тебе, фактически тебе тоже давал некоторые профиты. Как минимум, то самое социальное взаимодействие, которого тебе сейчас именно так и не хватает. Скорее всего, ты от него ожидал немного большего. И отсюда появились все-таки нереализованные какие-то фантазии. То, что ты хотел о-о-о, а тебе дали о-о-о, а потом он сказал ну вот, мне родители сняли хату, чмавки, лавки, а ты такой, ну-ну-ну... чмавки, лавки даже этого не было. Он, блядь, ушел как... Даже не по-английски, я бы сказал по-пидорски. Мне, блядь, ковер грязный оставили, мне, блядь, всю пыль оставили, со мной, блядь, вообще не говорили. И даже вызвать то, что они съезжают не поставили. Не, ну я, честно говоря, не вижу, какой они тебе ущерб нанесли, кроме морального то, что... Ну, морально, я говорю, и репутации в отношении к хозяину. Я же тебе говорю, что они мне поднимают на своих хозяев, типа, во всем это срач, я виноват, хотя его вина там 70%. Я не убирал, потому что он не убирал. Понятно. Ну, здесь, я бы сказал, твоя вина, действительно. Почему? Потому что ты честно не осуществлял свои обязанности, вот, и ты, вот, перешел товарно-денежные отношения, условно говоря. Вот, вместо того, чтобы плюткать, эх, я же здесь живу, уберу уборку всю на себя. В случае с собакой, тебе фактически то же самое придется делать. Собака за собой убираться не будет. А она еще линяет, если что. Я как-то пришел к знакомому, вот, поигрался с его собакой, мы так пообнимались, смотрю, блядь, я весь в шерсти, ебаный ты нахуй. Ой, это чепуха, я, блин, свои собаки, не знаю уже, которые мешок где-то с чёсом. Ну, вот, и все это тебе придется убирать. Самому, одному. Ну, я не беспокоюсь об этом, потому что я движу, такие мне реально. То есть, в случае с собакой у тебя все хорошо, а в случае с мальчиком у тебя это все как-то вот не так. Ну, понимаешь, у меня вот есть, я тебе вот, я привел двух, двух сожителей. И то, потребности. То есть, в случае с собакой тебя все устраивает, а в случае сожителя в качестве какого-то паренька тебя это уже не устраивает. Я не против сожителей, я тебе просто рассказываю о своем... не, мы говорим о конкретно таком вот плохом сожителе. Вот. Потому что ты нашел другого паренька, который все это согласен делать и лучше с тобой ладит. Вполне возможно, что он просто более низкоранговый, нежели чем ты сам. и вот он как бы ориентируется на тебя. Возможно, у него с деньгами совсем полная жопа. Или у него низкий ранг, или какие-то еще условия. У него была жопа с хахатой. Ну вот, с хахатой, с деньгами, или еще там, может быть, какие-то проблемы еще какого-то рода непонятного мне. И вот он фактически держится за себя как за соломинку. Соответственно, он не может себе позволить там не вылезать сортир. Наоборот, у него ситуация такая, что он вылезал сортир, ты пошел на сайт, он говорит, да, хозяин, я сейчас вылезу сортир. Вот, кстати, я вот, когда с ним я не мог поменять практику, я сказал, хорошо, уборка, типа, я взял то, что он не хотел в мой предыдущий сожитель кухню, тортир, я и так, блин, убирал. Ему оставил коридор и комнату, где мы живем. Вот, и как? Он сразу согласился безопотно? Да. Да. Ну, вот, возможно, или такая схема разделения была более успешной? Или, как я считаю, что твой сожитель более низкоранговый, вот, который более зависим, нежели вот твой предыдущий сожитель. Но, даже если сравнивать с предыдущим сожителем, смотри, предыдущий сожитель, жил, как я понимаю, как свинья, за собой не убирал, из-за чего на тебя наехали арендодатели. Вот. А если ты заводишь собаку, собака, ну, будет ли она свиньей, не будет зависеть от хозяина, она за собой тоже не будет убирать, ты будешь убирать всю квартиру, но тебе это норм. Да. Понимаешь, собака в моем мировоззрении ценности стоит ниже человека, моего возраста, аналогичного умственного развития. О, принижение прав животных. Ну, во-первых, иногда собаки лучше человека. Полностью согласен. Вот. Иногда люди это полностью низшие существа, которым нужно все с точностью до каких-то мельчайших деталей объяснять, разжевывать, что они, кто они, что они должны делать, как они себя должны вести, составлять детальнейшие инструкции и надеяться, что вот нормально будешь с ними просто существовать. А собаке не стоит, она настолько не понимает нас, что ей все равно это объяснять бессмысленно. Ты можешь себе облегчить жизнь, ее приучают к тому, что нужно быть. Да, ты можешь ее выдрессировать, это понятно. А Нончика тоже можно выдрессировать. Вот. Но вопрос стоит именно отношения тут в том, что от человека ты человек животных. Вопрос стоит в том, что ты от человека ожидал немного большего, чем от животного. Да, я ожидал большего, чем от животного. Ну вот, вот собственно то, с чего мы начали этот разговор. Ты, он не оправдал твоих ожиданий. Чек! Как я в самом начале и сказал. Так, давайте почитаем, что тут нам написали. Вот, например, мне написали «Прекрати!» А Нонечка вполне нормальна в отношении разделения обязанностей. Ну, если говорить о разделении обязанностей там по принципу общаги, казармы или в общем какого-то другого места, где люди вот не по своей воле находятся, да, вполне себе это нормально, потому что незнакомые люди, которым вот нужно как-то чистить сортир, да, вот они так договариваются и чистят сортир. Незнакомые люди, пидорасы, грубо говоря. В случае, если, например, я бы жил в такой квартире, мое действие следующее. Значит, я хочу срать в чистом сортире, я хочу срать, вернее, мыться в чистой ванной. Я в этом плане шизик-параноик. Каждый раз, когда я чищу ванну, у меня уходит одна бутылка моющего средства. Следовательно, ванну я бы взял обязательно на себя, и это не обсуждается. Кухню, где я готовил бы, я бы тоже взял на себя, и это точно так же не обсуждается. Потому что, даже если бы человек уже убирался в кухне и в ванну, то есть, например, всю квартиру бы чистил, я бы все равно за ним бы это дочищал. Потому что я шизоид, и я хочу тотальную чистоту. Вот. Например, чистота в коридоре меня совершенно не ебет. Особенно, если там ходят гости, устраивают списочку и устраивают, не знаю, слоновьи тропы. Мне наплевать. мне, например, было бы наплевать на чистоту в комнате. Но, внезапно, вы зависите от арендодателя. Если бы я там жил, я бы точно так же зависел от арендодателя. Мне вот эта чистота в коридоре и в комнате нахуй не всралась. Но, я завишу от арендодателя. Соответственно, хочу я этого или нет, мне надо как-то делать эту самую чистоту. Все. Кстати, я забыл добавить. я от него требовал ванны только, блин, полы мыть. Полы. А, толчок я там драйвил. Зачем тебе полы мыть? понимаешь, они пыль много набирали. То есть, там, помыл раз в две недели, через две недели они опять пыльные, паутиные, прочие, нервы. Ну, это твои проблемы, я считаю. Ну, может быть, мои проблемы, но я вот тогда приехал, у меня по отношению к чистоте были те ранки, которые мне приучили в доме. То есть, полы должны быть чистить, травры должны быть без мусора. Это твои проблемы, чувак. Это мои проблемы, но если он согласился мыть полы, сказал, окей, я буду мыть полы, то это его проблемы тоже. нет, это с его стороны недобросовестное исполнение своих обязанностей. Так, вот напишут, ванну на себя, плют, бутылка чистящего средства, навязывание услуги же. Какой на услуги? Ванну я мою для себя, кухню я мою для себя, они должны сверкать, они должны быть стерильными, и мне абсолютно насрать, кто в этой квартире живет еще. То есть, у тебя в твоей хате идеально чистая кухня, идеально чистый сортир. Ну, не совсем, конечно, но вот те... Но ты же это делаешь для себя. Скажем так, те поверхности, которыми я пользуюсь, у меня идеально чистые. Только те, которыми ты пользуешься. Да. Все остальные поверхности тебе не нужны. Ну, по мере надобности, более или менее. И ты считаешь ненужным мыть. Ну, скажем так, если, допустим, ты живешь в огромной квартире площадью 200 квадратных метров, будешь ли ты каждый день драйвить эти 200 метров, или ты протопчешь себе небольшую какую-то тропиночку, найдешь себе какой-нибудь закуточек на кухне и будешь что-нибудь там готовить. Определись. У человека, которого будет комната 200 на 200 квадратных метров, будут деньги, чтобы нанять людей, которые будут за него мыть. А вот у меня нет денег, чтобы нанимать за меня. Нету. А квартира у тебя 200 квадратных метров? Считай так, да. Это, кстати, недалеко от правды. Вот нам пишут «Пыль! 2018-й! Робот-пылесос стоит 5000! Крестьянин!» Как разработчик роботов скажу, что толку от этих роботов-пылесосов ну почти что никакой. Так, напишут «Хочу тотальную чистоту!» Ну кого ты обманываешь? Мы все видели твою квартиру, мы все видели твой кот, мы все видим радио, тебе нравится обмазывать говном всё, до чего ты можешь дотянуться. Это вам только так кажется. Внутри чистота! Фильм о ней правда... Так у тебя четырёхкомнатная квартира? Я этого не говорил. но это следует из твоей жилплощи. Я этого не говорил. Так, значит, фильм о неоправданных ожиданиях. Фильм «Монстр» 2003 года. Ну что ж, посмотрю, спасибо. Вот, а что касается неоправданных ожиданий, это вот я ещё раз порекламирую книжку, называется «Как испортить жизнь себе и другим». Там как раз говорится о том, что прежде чем куда-то там собраться, куда-то пойти, вы представляете, как это всё будет, как это будет охуенно, как это будет просто невъебенно. А потом, когда вы придёте и увидите там вот посредственность, вы говорите «Да, да, не дотягивает, да, говно, говно, моча, говно». Вот, и уходите вот с таким вот чувством глубокого отчаяния. Все, все вокруг пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-дорасы. Обязательно. Вот пишут «Как легко и быстро испортить жизнь себе и другим?» Наверное, она. Автор Свияж, Юлия Свияж. У меня она запомнилась «Как испортить жизнь себе и другим?» Есть она, кстати, в аудиоварианте с неплохой озвучкой. Но ты мастер в этом деле. К чему это была эта фраза? Ну, ты же её прочитал. Ну, и? Ну, теперь ты знаешь, как испортить тебе и другим людям жизнь. Да, я знаю. Так, вот нам пишут «Как разработчик?» Во-первых, ты не разработчик, ты рассказчик. Я тебе, как владелец робота-пылесос, утверждаю, проблема с пылью решена на 95%, а кромя углов, разница видна глазом. Приходишь домой, а там чистота. Я уже готов жениться на нём. Ну, если у тебя стоит пунктик на пыли, да, робот-пылесос тебе немножко поможет. Почему немножко? Потому что робот-пылесос никогда не будет тебе, ну, имеется в виду за 5000 рублей, никогда не почистит тебе стол. А у меня основной запас говна складывается на столе, на системнике, на мониторе, там можно вот пальцем рисоваться. А что за говно-то? Пыль. Обыкновенная пыль. Вот. А если говорить... У тебя же окна закрыты. И? Ну, откуда столько пыли? Понимаешь, молодой человек, пыль, она не уходит сама никуда. Пыль это не внешняя. Но она воздух. Пыль, она везде. И главное, главный источник пыли это ты сам. Понимаешь? Ты настолько сильно линяешь? Как и все остальные люди. У тебя площадь тела больше, у обычных простых людей. Ну, наверное. Вот нам пишут, тебе нужен робоэкскаватор, чтобы все говно из хаты ковшами выгребал. Ну, может быть, только давайте как-то на мне не зацикливаться, а то это уже рассказ обо мне. Вот. пишут, свияж, тебя... Как будто что плохое. Блядь, заебал! Так, свияж, тебя уже не раз обоссывали насчет этой бабы. Меня обоссывали, а мне норм. Вот пишут, а типа робот не за пять тысяч почистит, робот, вот у меня домработница, бывшая учительница, вполне себе почистит, и помоет, и стопочкой говно сложат. Правда, стоит подороже, чем пять тысяч рублей. Вот. Если же у тебя большая часть поверхности это там ковры, пол, и что-то такое, фу, робот-пылесос вполне тебе подходит. Более того, робота можно сносить баллончиком с сжатым воздухом, и пускай он его по углам пшикает, и в углах даже не будет, какого-то мусора, это не проблема. Вот. А где трубочка с телефонной кнопочкой? Так вы же ее не нажимали, вот она и отсохла, как бы и не нужна. Вот, потому что не почистит стол, а еще он в магазин не сходит, я принял свою его ограниченность, не требовать него невозможного, вещь хорошая свою задачу выполняет, а он если его поставить на стол, а он таки его почистит от крошек и даже не упадет. Ну, если для тебя это важно, ну, что, поздравляю тебя с хорошей покупкой. Вот, если ты представляешь мою квартиру, в моей квартире такой робот-пылесос работать не сможет в принципе. Вот. Там нужен квадрокопер-пылесос. Ну, наверное. Отличная идея для стартапа квадрокоптер-пылесос. Я тут, кстати, смотрел квадрокоптеры. Есть квадрокоптеры с такими клешнями, которые что-то перетаскивают. Вот. По идее можно сделать девайс, который занимался бы следующим. по всей квартире бы он летал с огромной такой трубой и гонял воздух на выдув из этой трубы. Пыль бы взлетала. Вот. В этой комнате было бы нельзя жить, но при этом с другой стороны эта труба бы работала на всос как фильтр. И вот это, я считаю, было бы охуенно. Но КПД такой уборки был бы ну крайне небольшим. короче, ты придумал прихерачить очиститель воздуха к квадрокоптеру. Да. Вот. Я считаю, это было бы клево. Но, повторюсь, очень неэффективно. Ну, если сочетать с обычной уборкой, то, на самом деле, как бы, часота должна по идее дольше держаться. Ну да, потому что Можно ли убирать пыль разрядом току? Не думаю. Такой коптер еще может подмести стены, в том числе под потолком, подмести, собственно, сам потолок. Вот. Но в самом процессе, когда он будет подметать, пыль должна в комнате стоять столбом. Вот. Я, например, когда свой системник последний раз пылесосил, я так думаю, ну, чё я так пшик-пшик клизмочкой, вот, вынес его в подъезд, взял свой доильный аппарат, бидон от доильного аппарата, поставил его посередине листочной клетки, на него системник и клизмочкой так пш-пш-пш-пш-пш-пш. В коридоре вот в подъезде образовалось такое облако серое. Вот. Вот до чего доводит уровень заговённости. Вот. Но теперь всё хорошо. Хэй, мэн, и аллилуйя! Ладно, пока что это пока что лучший способ приобретения доильного аппарата у начальника. Способ применения. Так, поздравляю с покупкой. Спасибо тебе, конечно, не подойдёт тебе нужен робот с манипулятором типа рука, со несколькими стебенями свободы, ну или хотя бы с огнемётом. Ееееее! Так, что тут нам ещё написали? Написали нам много новую инновационную кукарекалку, мы так и не задеплоили с анончиком. Вот. Ну, что поделать? Так, придётся читать все ваши сообщения заново! Так, а, ну и да, купи себе сраный очиститель воздуха, тот же Сиомовский около 12 тысяч у российских барыг, Сали не смотрел. А чё за очиститель воздуха? Расскажите, чё как, кто в курсе? Я одно время хотел себе такую штягу, потому что меня задолбало каждый раз пылесосить сверху системник. В принципе, почитал, но отзывы на самом деле смешаны. Одни пишут, что пыли нет вот, конкретно там, не знаю, расстояние метра от самого очистителя, другие пишут, что, ну, вполне себе нормально там в пределах комнаты справляется. Вообще, конечно, я вот так себе не купил, но вообще такие штуки существуют. Я хочу вот, особенно с наступлением холодов, запилить себе рекуператор. Суть рекуператора следующая. Берём большую такую толстую вентиляционную трубу, вставляем в неё двигатель трёхфазный асинхронный значит, ESC-контроллер. фактически делаем вентилятор такой, управляемый вентилятор и большую длинную трубу. Один конец трубы в форточку, берём из картона, вырезаем форму форточки, приделываем к картонке эту трубу, вставляем в форточку, как-то всё просто. С другой стороны, вернее, внутри этой трубы должен быть ещё один теплообменник, это в идеале, по которому, собственно, будет два потока воздуха идти, потому что рекуператор это когда по одной трубе воздух идёт в двух направлениях. Тут подсказывают, что можно ионизацию прицепить, можно ионизацию, можно сборщик мусора прицепить, но как запилить внутренний энергоэффективный теплообменник, я уже не очень представляю. вот, так что, ребята, у меня в этом плане небольшая сложности прокрастинация, но поскольку открывать форточку и оставлять её открытой, сука, холодно, просыпаешься, сука, весь холодный, аааа, вот, а если форточку закрыть, то воняют где-то сгнившие помидоры, которые где-то там в коридоре закопаны, вот, и в квартире жить тоже невозможно. В общем, всё это кончится, скорее всего, изобретением домашнего рекуператора. Такие вот дела. В подъезде он пыль вытряхивал, в подъезде, блядь, ну а где ещё эту пыль вытряхивать, вы сами подумайте. Не, я сначала пытался это сделать у себя в квартире, Ребята, не делайте так. Не делайте! Просто не делайте! Почему нельзя было, допустим, пылесосом вот засасывать вылетающую пыль? Я всегда, допустим, свой системный пылесосю. Кстати, с древним советским пылесосом, который тут есть у бабушки, это довольно эффективно. Но это нужен рабочий пылесос, очевидно. А, то есть у тебя его нет. Не, он где-то есть, но его надо во-первых откопать, во-вторых, надо удостовериться то, что он работает, найти от него насадки, а это, блин, проще купить новый. пыль. Вот, Миш, а чему все стремятся именно удалять пыль? Почему обязательно в процессе уборки? Можешь фильтровать воздух постепенно и постоянно, плюс сплотнители на окна, двери и вентиляцию через мембраны. Ну и мыться опять же! Вот как раз рекуператор с фильтрами помог бы решать такую проблему. Вот. Так, вот Миш квадрокоптер с клешнями это летучая мышь. Ну, летучая мышь стулья двигать особенно не будет, вот, а квадрокоптер вполне может там стулья, банки всякие таскать и тому подобное. Кстати, еще понравился квадрокоптер, который стреляет такими электродами-шокерами. Есть пистолеты, из которых вот вылетают два электрода и такой электрошок. Вот. А есть вот теперь коптеры, которые будут скоро охранниками. Так что, если есть у нас среди слушателей анончики, которые хотят пойти там в армию, отслужить, устроиться в ментуру, а потом бить людей, хочу сказать вам вот что. Быстрее, а то скоро данную работу коптеры и у вас заберут. Вот. бить людей уже будет не надо. Потом пишут, на помойке, на помойке же, да хотя бы стороже подъезда. То есть, я должен был в три часа ночи выйти с системником на улицу, спуститься на первый этаж и уже там вытряхивать на виду у всех. Мимо проходили бы какие-нибудь гопники, спросили бы, что ты тут делаешь, Сычев? Вот. Я такой, ну, я системник, свою вот кровиночку пылесошу. Вот. Примерно так, да? Вот. А потом, поднимаясь к себе, не обить системника каждую ступеньку. Вот. Ну, как-то так, да? Вот. И уже такой вставить этот системник поставить на стол в надежде, что я его не обил окончательно. Вот нам пишут, ментам мало платят, особенно на первых ступенях их карьеры. Участковым дежурным хорошо платят в Росгвардии. Думаешь, охранители лишь для бытия, а протоколы и рапорта кто писать будет нейросеть? Ну, вон, 1С-бухгалтерия их пишет уже. Вот. А здесь то же самое. Долго выбирал себе очистители воздуха. В итоге убедился, что бытовые очистители совершенно бесполезны. Особенно убедил дядька на Ютубе, который сравнил специальным прибором бытовой очиститель и медицинский или промышленный, я не помню, толку от бытового ноль. Я, кстати, хочу не ионизатор в довесок поставить, а какой-нибудь какую-нибудь ультрафиолетовый генератор, чтобы воздух проходил вот такую бактерицидную очистку еще. А, я, кстати, сейчас знаю, есть отдельная такая штука, тоже очиститель воздуха. Я не помню, раньше у нас такой был. Он представляет из себя трубку из такого волокнистого материала внутри с ультрафиолетовой лампой. С одной стороны воздух вдувается, с другой выдувается. Или, короче, он с обоих сторон выдувается, как бы вдувается сквозь эту трубку, то есть она раздовременно фильтр. Не помню, как оно называется такое, но есть. Окей, окей. Так, пишет коптер-охранник, пора писать перехватывалку управления. Начинай! Правда, там, скорее всего, все будет зашифровано и не так-то просто это произойдет. Так, что-то нам еще написали. Поскольку мы не задеплоили нашу инновационную систему сообщения, возможно, какие-то сообщения я буду читать. читать несколько раз. Так, в Волгоградской области лучше не делать Бетарск, так как там открытая степь, а значит, будет дофига ветра и очень холодно зимой. Так же, уже пятый год в Волгоградской области ходит какая-то хрень, которая вызывает аллергию в летний сезон. В других областях я это не замечал. Овощи и фрукты от фермеров не особо дешевле, чем в Магните. Можно строить общину рядом с Волжским районом Волгограда на другом берегу Волги. Тогда и дешевые товары из Казахстана будут рядом. И вот, кстати, я рассматривал варианты поближе к Казахстану. Вот, это не так уж и сложно. И вот я вот решил теперь поиграть в игру Дальнобойщики 2. Оказывается, купить тягач всего лишь миллион рублей нужен. Ребята, это не так много, как вам может показаться. Вот, также меня убеждают, что на логистике живет сейчас вся страна. Большая часть добавочной стоимости к тем же помидорам это стоимость логистики. Ребята, у меня вот новый стартап зреет. Короче, Бетаркс на колесах. Вот. Кочевой Бетаркс Да. На колесах. Я говорю, тягач стоит всего миллион рублей. Так, будем в Бетаркске кормить анончиков костной мукой. Кушай, скотина, обязательно будем. Ты рыбоядных кур не ел, довольно так себе. Ну, если не самим есть, то можно держать на яйцо или на продажу. Никаких проблем опять-таки я не вижу. Тем более, я вот сегодня высрал пасту о том, что надо продавать не сырой материал, а уже переработанный. Так увеличивается и срок хранения, и, что самое главное, цена этого материала. Так, племена кочевых бешеных Бетардов терроризирует город Нейм. Элса это только что цыгане. Ну, не знаю, не знаю. Так, играет традиционная монгольская гортанная музыка. Я только что монгол! Так, что написали опять про жрочь? Ну, как же так? Ну, жрочь это основная наша тема. Давай называть проституток лососенами. Давай. Не переставая проигрывать такого наименования товара, куриный каркас. Тоже ультрадешевые калории, но в пересчете на труд затраты нахуй и в пизду. Не, ну не скажи, куриный каркас можно отварить и выкинуть. Затрат, в принципе, не так уж и много. вот, а зато десовые наваристые калории. Так, что нам написали? А ты не узнавал, может, тебя тоже можно через детдом распределить? К сожалению, мне много годиков. С другой стороны, в трейдике про метарскую пишут, что мне 12 лет. Ну, я всем тоже говорю, что я 12-летняя девочка, вот, но там пишут, что мне 12 лет в плане умственного развития, вот, что только 12-летний долбоеб может писать такую хуйню. Вот, по паспорту уже мне годиков гораздо больше, так что не уверен. Так, в чем профит собаки, в чем условиях квартиры? Ну, обнимашки же! Так, а у ребенка заберут льготы? Ты же ему только хуже сделаешь, он тебя воздновит, как ты свою мать. Зато я буду жить за счет этого ребенка, хей, мэн! на форуме усыновителей меня хватило на полчаса, а я думал, после двачи никакие форумы меня не удивят. Так, напишут стартап, иди в детдом и рассказывай им про ретарцк. Погоди, 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 а цель этого проекта в чем? Чем это должно кончиться? Дешевая рабочая сила для битардска. Ну, как-то так, у нас вроде детскую работу не особенно поощряют. Ну, так по факту они будут участниками, как бы все должны будут работать. Так что, короче, у меня просто новых членов все наберешь. Нам тут предлагают отличный стартап. Отличное развлечение. Усыновляешь 17-летних перед самым их днем рождения, дабы они не получили квартиру. А потом говоришь, ты уже взрослый, и отправляешь в прекрасное далеко с голой жопой на мороз. Ну, что, можно поразвлекаться так, ну, какой профит от такого развлечения? Одно дело, когда ты получаешь пенсию, а так тебе-то гешефтов не будет, смысл так делать. Тем более, примерно так делают обычно заведующие там этих детских домов и тому подобного. Так что в сей бизнес я как-то лезть не хочу. Страшновато. хочу животное, которое питается мусором в квартире. Ты знаешь, таких животных много, правда, они обычно являются очень маленькими, например, это различные микроскопические клещи. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. У меня скоро будет щенок. О, а по вам почти незаметно. А где, простите, ваша счастливая сучка? Так, животное срет и сыт, кричит, чешется, кусается. Ломает вещи, его нельзя бросить-то долго. Собака будет лаять, пока тебя нет дома. Кот насыдался в твои тапки, поцарапает шторы. Ой, а что уж, анончики натворят? Здесь вообще подумать страшно. Так, что-то нам написали. Анончик все равно будет готовить себе. А так можно сразу готовить на двоих. Какая разница, варить один килограмм макарон или два? Действительно, зато бульона больше! Так. Жива годы прожил вместе с братом. В итоге понял, что слишком интроверт, чтобы терпеть хоть кого-то рядом в одном помещении. А вот у нас в Бетардске будет один дом на сто человек. Ты готов жить в нашем Бетардске? А, анон? Так, мне не воняет, тебе надо, ты и выноси. Вот правильная точка зрения. Но в данном условии надо добавить еще пунктик. Мне не воняет, тебе надо, ты и вынеси. А до четверга, когда придет тетя Сарка с инспекцией, еще время есть. Как-то так. Так, когда мужика в доме нет, и бабы ссорятся. Территория толчка должна оставаться нейтральной. Уборка этого места на разделять на всяких липов, на принципах таймшера. Не, я никому не оставлю. Дом на сто человек, а учебное заведение там будет, а то общага-то есть. Ну, конечно же, будет учебное заведение. Мы все будем учиться жить вместе. Мы все будем учиться жить в гармонии с природой. Мы все будем учиться жить с новыми социальными принципами, которые будут провозглашать гуманные отношения друг к другу. Гуманные, значит, человеческое. Так, что тут нам написали? Это абсолютно во всем дочую ваннаби с обыковода. Вот каждый тезис про совместное проживание. Так, я тут немножко отмотаю сообщений. Тебе нужен робот-антипрокорсинатор типа Кнут 1000. Ой, куплю, куплю, куплю. Так. Просто, Лютон, дуешь ты при небу бешвы тихие ночные подсиралы. С вечера на площадке еще чисто. А утром выходишь, в уголке тихо и нагло стоит мусорный пакет. Хотя помойка в трех шагах. Все про меня. У меня, сука, мусор воруют. Не дают его до помойки донести. Оставишь мусор, вытащишь из квартиры, там, мешков пять. Берешь, так, два мешка, спускаешься и идешь до помойки. Приходишь, блядь, мусоронец, пиздили. На анализ унесли. Вот так вот, сука, всегда. Так. Вай, приезжай, Казахстан. Нравится. Мне тоже нравится. Мусор спиздили. Тебе смешно, а у меня пакеты мусорные воровали много раз. Буквально вот оставил, ну, сколько там, 10 минут, пока я до помойки спущусь, выкину, поднимусь. И вот за эти 10 минут у меня не раз мусорные пакеты воровали. Воровали мусор! Сука! Так это ж наоборот, ты меньше действовать нужно, я составляю. У меня паранойя, что этот мусор проанализируют, возьмут оттуда мое ДНК. Я реально трясся. Так, у тебя уже два месяца Бетарцк на колесах. Нет, вот про Бетарцк на колесах я только сегодня подумал. Тягач миллион рублей. А как же проиграл сейчас? А что, в чем проблема? Так и предлагается пилить Бетарцк на тележках из пятерочки! Гони того, кто не верит в очиститель воздуха, унижая его угольный фильтр, плюс ионизатор, плюс ультрафиолет. Вот рецепт современных фильтров. Есть еще варианты моек воздуха. Там такая мельничка колбасища воздух в воду. Есть еще медицинские кварцеватели. Недорогие, кстати. На ютубе есть сравнение фильтров воздуха с обычным пылесосом. И таки да, пылесос его уделывает. Но шум потребления энергии. Не, я хочу сделать себе простенький рекуператор с простым, не знаю, пакетиком. Куда бы предполагалось складывать эту самую пыль. Вот, с другой стороны, а надо ли? Внешний воздух предполагается, что чистый. Я живу достаточно, на мой взгляд, в чистом месте. А то, что будет уходить с говном, ну и хрен с ним, пускай уходит. Так что не совсем даже понятно, нужны ли мне эти фильтры. А что же касается кварцевателя. Можно взять ДРЛ-ку. У меня как раз есть ДРЛ-ка, которую я не подключу уже лет 10. Вот, вставил, подырелил минут 5. И все. Чистота, дезинфекция полная. Главное, чтобы обои не загорелись. Вот. Если обои загорятся, это, да, неудобно будет. Так, цыгане. Слушайте, я ведь ни разу не видел именно кочующих цыган. Все какие-то вполне стационарные, оседлые и вообще довели до славянского вида. Ну, вот где-то в 90-х я видел, может быть, в конце 80-х были кочующие цыганами с палатками. Вот. Откуда они, кстати, были, я не знаю. Да и цыгане ли это были, хрен их разберет. Вот. Но я и таких видел. Но это было очень давно. Так, развлекаешься так, а потом взрослый ребенок найдет тебя в подворотне с ножом. Так, 17-летний сирота из детдома. Такой сам отоживет у анончика и квартиру, и имущество. Кстати, да. В детдомах-то не слабое воспитание. Сразу вспоминается фильмец. Как же он назывался? Сейчас я найду. Значит-то, фильмец. Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов. 2017 год. Очень хороший фильм. Про детдомовских как раз. Так, заполучить квартиру от детдомовцев. Не позорились бы? Мы как раз про это и не говорим. Квартиру сироты и детдомовцев в нашей стране по договору субаренды получают на льготных условиях. То есть аренда бесплатная. И при съемке квартир подписывают акт о приемке, что их устраивает условия состояния хаты. Собственно, тут и подводный камень. Зачастую состояние таких хат полное говно. Либо отсутствует инфраструктура, но это всяко лучше, чем жить в детдоме. Поэтому соглашаются без раздумий. Вот как нам подсказывают. Я еще дам подсказку, что после того, как пройдет определенный срок этой аренды. Это не аренда. Я бы сказал, что не аренда. Это социальное жилье. И договор социального найма называется. Там определенный срок. Я не помню, как он протикает. То есть бывший детдомец показал достойным содержателям этой квартиры. Я достойный член общества. Там, блин, это решает органы опекти-попечительства и шоколадка. Нет, и орган. Муниципальное образование, которое отвечает за распределение хат между детдомницами. И пускай они могут прийти к решению, что да, позволить этому бывшему детдомницу приватизировать данное жилье. Но ведь они могут заявить, что он там бухал, сырал и не подмывался даже. Ну вот, ему и предложат. Слушай, детдомец, либо ты это прекращаешь делать, либо мы тебя переселим. Не-не-не-не-не, Диш, думаешь, ты как раз такой паинька, и моется, и стирается. Вот спустя энный срок ему говорят, что он там вообще пидорас, вообще не моет, не убирает, вонь. А, так нельзя. Понимаешь, так это невозможно. Ну так-то нельзя. Ну а какие контролирующие рычаги есть, чтобы этого не допустить? Потому что это осуществляется по заявлению самого детдомца. Они потом приходят, смотрят. И можно так неограниченное количество раз подавать заявленице? Ну, я не помню про ограниченность, но они там, порядок простой. Они придут, посмотрят, что все нормально, и спокойно передают собственность. Так, у меня зреет стартап. Так. Дональд Кнут 1000. Так. Камеру ставь, смотри, кто пиздит. Я догадываюсь, кто. Понял, да? Я не понял, кто, кому. А в твоем мусоре были документы, бумаги, записки. Они могут произвести анализ с почеркой и тот анализ, который используют для Диванона по лексикону. Да-да-да-да-да-да-да. Поэтому все бумаги, записки и документы я сжигаю отдельно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Читал статью о современных детдомовцах и узнал, что их общество там похоже на тюремное. Особенно благодаря популярности АУЕ среди малообразованных, малолетних идиотов и их попыткам подражать уличной гопоте. На подростков детдомовцев есть спрос среди мошенников, которые наживаются на пособиях от государства. А также тяло с детдома часто залетают от других детдомовцев или от мужчин-работников детдома. И еще детдом используют для прикрытия, ну, понятно чего. Ну, вот, я знаю, в принципе, такие истории успеха, когда детдомовских детей брали, получали от государства пенсию, а детям вполне было заебись. Как-то так. Так. Я живу в чистом месте. Да, 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 да. Откуда берут квартиры для детдомусов? Жилье, попавшее по даре, случайно не им дают? Там, смотри, оно, у каждого муниципального образования есть, есть этот, какого, блядь? Жилищный фонд. Ну, да, жилищный фонд, точно спасибо начальника, из которого они выделяют, там, он распределен есть на социальное жилье, вот как раз это социальное жилье, и выделяют на детдомовцев и на других малоимущих граждан. Так, секунду, есть два вопроса появляются. Во-первых, вот это жилье, попавшее под арест, оно идет в этот публичный городской фонд? Его должны продать по закону. Но в фонд оно уже не пойдет, детдомовцам оно точно не достанется. Отлично. Второй вопрос. А если в наших фондах, как всегда, извините, ребята, вам положено, но так случилось, что денег нет, квартир нет, извините, у нас вот кризис. Они должны им предложить, либо на время предоставить времени жилье, допустим, комнату в общежитии. Они спокойно это могут предложить. Нет, ждите, значит, вы считаете, что вы отказались. Нет, ну понимаете, у нас кризис в стране прямо сейчас. Нет, да-да-да, вам квартира вот обязана, вот прямо сейчас дадим. Ну да, они могут это сказать, то, что у нас там проблемы, ссори, вы обстоите еще в очереди. Вот скоро мы всем вам квартиры выдадим, вот, чуть позже, чем никогда. Да-да-да, это могут, могут, но, насколько я помню, сироты относятся к категории граждан, которые без очереди дают жилье. То есть те, кто стоят в очереди, допустим, 10 лет ждут, вот у них должны квартиру дать, и пришел такой сирота, и написал заявление на социальное жилье, ему, вот, первую сводишь социальную квартиру, ему отдат. Понятно, то есть жилищный фонд пополняется за счет новых построек, нечастного характера. Я говорю, а жилищный фонд пополняется за счет новых построек, нечастного характера. Алло. Алло. Алло, я говорю, а жилищный фонд пополняется за счет новых построек, нечастного характера. Да-да-да, либо это могут выделены деньги на покупку квартир, которые застройщику дают деньги, допустим, выкупают. Так, а бэушные квартиры могут выкупить? Могут. Так, ну тогда, получается, могут выкупить по бросовой цене и попавшей под аресы жилье? Нет, понимаешь, они покупают по различной себестоимости. Но попавшая под ареста должна быть по более низкой цене? Нет. Если под аресты было постановление суда, что должны взыскать за счет квартир, то субъемная пристава сдает эту квартиру на продажу, а продает ее по рыночной цене. Ну, могут пустить, за сколько купят, за сколько они продадут. В общем, государству невыгодно, как бы, закупать такие квартиры. Ну, понимаешь, государству, точнее, муниципальным образованием, им выгодно строить квартиры. Ну, новые, если не хватает, либо переселять уже, которые имеющиеся, ну, есть социальные квартиры, выселять. Потому что там очень условия такие интересные, чтобы там оставаться больше. Там, скорее, соседи интересные. И соседи, а именно частичные условия получения, условия, то, что ты получил, и вот это, аренда. Потому что, если там идет нарушение, и нарушение договора социального найма, то тебе могут, они тебе выселят из этой квартиры, дадут, допустим, комнату коммуналки, а уже потом могут, если дальше будешь там указанное в речном кодексе, нарушать, приобретенным условиям, то у тебя могут вообще наклубись. А еще также много социальных квартир имеется, живут там, в основном, пенсионеры. И как раз им просто прочитать, когда пенсионеры там ближе к соседи, кто не приватизировал. Вот, вот такие вот хорошие, добрые темы, на которые мы сегодня поговорили. Вот, может быть, поговорим еще немножечко о говне, о жроче, вот, ну, или еще о чем-нибудь более таком полезном и нужном. Ну, я не знаю, я как-то хотел зайти, короче говоря, я не думаю, пропустил, наверное, три субботних кодфы, не знаю, что из там последних не очень новостей тут сожигали. Да, в общем-то, ничего. Могу рассказать, как мне купили новый мобильник на работе. Ну, давай. Значит, я не знаю, верить в карму, в судьбу или еще что-то. Заряжал я свой мобильник, заряжал, и как-то он не зарядился до конца. Думаю, может быть, контроллер хитрый решил то, что, значит, батарейка почти заряжена, больше заряжать ее не будет. Или еще что-то там такие фокусы были. Эта умная электроника, она сама решает, когда ей заряжаться, а не когда ты в нее зарядку вставляешь. Ну, в общем, не зарядил я его, ну и хрен с ним, подумал я. Так несколько дней провалялся, но у меня достаточно быстро батарейка села. Ну, вот, в принципе, телефону уже больше 10 лет. Да, ребята, мобилка может служить больше 10 лет, представляете? Вот, и тут мне звонок. Мне пришел телефон из Китая, который стоит 300 рублей! Еее! Так вот, я вот не знаю, взять мне сейчас вот пакетик. Дайте-ка я сейчас возьму этот пакетик с телефоном. Куда я его только бросил, непонятно! То, что я его принес в комнату, я это помню. А вот куда я его дел дальше, я не помню. Я там, наверное, с твоими посылками так же. Итак, аудио-обзор мобильника. Значит-то, сейчас я его достану из пакетика даже, чтобы лучше обозревать, лучший обзор сделать. Держу мобильник за антенну. Так! Антенну? Да. Может, это рация? Нет, это мобильник. Сфоткай его тогда, хоть я не представляю, как выглядит мобильник с антенной. Сфоткать мне его не на что особенно. Я тебе скажу размеры этого мобильника. Значит-то, по одной стороне где-то 2,5 сантиметра. По другой стороне, ну, наверное, 3 сантиметра. У меня нет просто линейки, так вот, на глаз. По высоте, если брать припаянную антенну и панельку, ну, 1 сантиметр. Блин, чё это вообще за покемон такой? Даже, мне кажется, древние совсем телефоны, которые маленькие, кнопочкиные, и то больше по размеру. Проблема в том, что кнопочек в нём нет. Чё, неужели тачи скрина? Тачи скрина на нём тоже, кстати, нет. Значит, на нём есть плата, куда можно вставить сим-карту. Ну, вот, мини-сим. И, значит, что разведено? Значит, ring, сигнал ring, это звонок DTR. Хуй знает, что это такое. Микрофон P, микрофон N, плюс-минус, спикерфон плюс, спикерфон минус. Это динамики подключать. Но это нам неинтересно. Дальше, вот, припаяли антенну к нему, разъём NET. VCC это питание, RST это RESET. У меня есть мобильник с RESET-ом, господи, с RESET-ом! Ни у кого у вас такой мобилки нету. Да. Здесь есть калькулятор с RESET-ом. Значит, дальше, какие здесь пины есть? RXD, TXD, ну и земля. Вот. Весь телефон весит, ну, грамма два, наверное. Ты же, дай угадаю, ты развёл на покупку телефона своего начальника с завода? Да! И данный телефон стоит рублей 300, наверное. А за-за-за трейлер! Тебе купили GSM-модуль! Пердуину уже подключил? Нет, Пердуину не подключил. Более того, ему Пердуина совершенно не нужна. Достаточно TTL-контроллера. У меня где-то, кстати, валялся TTL-адаптер, но куда я его запхал, хуй знает. По идее, достаточно подключить TTL-ку, просто вот вставить в USB, подцепиться через там той же Путти и написать АТД, дальше номер телефона. Всё, сигнал пошёл. Кажется только, что начальник живёт в следственном будущем. У него тут модульный телефон. А у вас нет, лузеры! А у вас нет. Если бы у меня была ещё одна стим-карта, я бы уже его подключил и потестил. Но сегодня я за симкой не сходил, завтра выходные, так что позвоню себе не раньше понедельника. В общем, когда дойду за новой симкой, тогда я позвоню. Вот тут надо паспорт найти, вот, пойти, вот. Ну, ну, вы поняли, это сложно. Вот тут нам приходит шутка. Ну как телефон? Ну, в нём есть земля! Замечательная шутка! Ещё на этом, внутри этого, вернее, на этом телефоне, есть какой-то странный разъём для подключения микроантенки. Одну антенку мы просто припаяли наглухо. От этой же антенки идёт явно виден пин на плате к этому разъёмчику. Что к этому разъёмчику нужно подключать? Хуй просышь! Вот. Нам пишут, а зачем на подлодке GSM-модуль? Ну, как тебе сказать? Можно смс-ки принимать, отправлять с координатами. А вообще, с такой хуйней можно делать всё, что угодно. Мы на заводе пошутили, что можно к этой хрени прицепить, например, серводвигатели и стричь мне ногти удалённо. Начальнику не понравились мои длинные ногти. Вот. И и вот они с инженером трейлили меня на тот счёт, что мы тебе будем смс-ки отсылать и ногти тебе по ночам стричь. Так вот. Этой хренью можно управлять какой-нибудь удалённой хренью. Например, воротами. Можно управлять котлами. Если вы не знаете, то современные котлы, которые на даче занимаются отоплением, они умеют принимать смс-ки. И ты, например, собираешься на дачу через два часа, чтобы тебе не ехать в холодный дом, ты отсылаешь смс-ку и котёл автоматически включается, там, кочегарит всё и, ну, всякое разное делает. Ну, вот как-то так. То, что я держу в руке, это не просто GSM-модуль. Это полноценный телефон. Повторюсь, почему полноценный? Потому что здесь есть пины для микрофона, пины для наушников, пины даже для звонка есть. И вот ДТР, это, видимо, я не знаю, что такое ДТР, видимо, что связано с дайтом. Вот. Но штука охуенная. Вот. Пока ещё не запускал. Вот. Найду паспорт, получу симку и позвоню себе. И Ардуино этой хуйне даже не нужна. Охуенно, ребята. Так вот, если мой телефон основной сдохнет окончательно, вот, у меня будет охуенный мобильник. Было бы очень интересно посмотреть на какого-нибудь мента, который... Стоп! Проверка документов! Да ваши документы и телефон! Так я достаю вот этот мобильник. Говорю, вот, проверяйте. Вот. Ну как, вам завидно? Ребята. Подпишет, что... Ну, хрен даже знает его. Подпишет, с чем-то символизация и котел с GSM уже лет как пятнадцать. Ну вот, а у меня теперь вот появился телефон. Главное, не просто сигнализация или котел с СМС-кой, но в данном случае, с помощью вот этой хрени, я говорю, это полноценный телефон, на него можно позвонить. А ты же достаешь его такой при проверке, а у тебя динамо-машинка от него отвалилась. А я такой, это модульный телефон! Я живу в будущем! Я живу в будущем! В общем, я хочу купить теперь дисковый телефон, дисковый телефонный аппарат, и вот воткнуть туда СТМ-ку и сделать маленькую телефонную станцию. то есть внешне это будет такой, знаете, советский телефон с такой советской трубкой с дисковым номеронабирателем, а внутри будет вот эта маленькая опердень, два с половиной на три сантиметра размерами. Вот, он пишет, диодом поморгаешь и выкинешь, проверено, анончик, мне деньги за это платят, за то, чтобы я диодиками моргал. Вот, работа такая. Так, двести рублей, смотрю, эти хуйни стоят на Али. Ну, мне вроде за триста взяли, может быть, это с учетом доставки. Вот, так что прекрасная вещь, прекрасная! Хотел сказать про интернет вещей, но вспомнил, что за городом интернета вещь! И у интернета нет! Ну, почему за городом нет? Можно построить GSM-бластер и он будет е! Потом он сам подпишется на платную смс-рассылку мокрой писечки без регистрации! А то ж! Так, теперь можно звонить на велотренажер, когда звонишь на велотренажер! Е! Я вот своей мамке хочу этот телефонный аппарат дать! Сделаю себе элитный номер 123, и только с этого номера можно меня будет вызвонить! Вот! Правда, такой телефонный аппарат нужно будет постоянно держать в подключенном к сети! Как вам мой стартап, а? Ну, ну, зачем, типа, суть, в чем вообще я как-то не совсем понял! Моей мамке много лет, она не умеет пользоваться мобильными телефонами! Для нее это просто ад, гроб, пиздец, кладбище! Вот! Можно сделать мобильник в форм-факторе обычного дискового телефона! Как-то так! Твой точно еще не делали? Ну, такой, возможно, уже и делали, но где его взять, особенно за 300 рублей, я не знаю! Это, кстати, уже хотел, я искал уже корпусов для таких телефонов, старых, винтажных, значит, старые, вот, бэушные, убитые телефонные трубки, их продают по 2, иногда по 3 тысячи, блядь, я думаю, еще тысячу добавить и за 4 взять на Али такой, знаешь, огромный, винтажный, такой, с позолотыми телефончик. Ну, так, в Битарске такое будет, и дают нам некую фоточку. Да, возможно, такое тоже будет. Вот, в конфочку я картинку скину. Не элитно, сделай себе элитный номер 1-3-3-7. Ну, 1-3-3-7 это как-то, я не знаю вообще, что это за номер, во-первых, во-вторых, 1-2-3 как-то проще набирать. Вот так, вот напишут, во, за 80 рублей нашел, но это только смс принимать, а у меня, анончики, полноценный телефон. Я выведу ссылку, если кому надо. Вот, кроме того, там доставка. Это уже не мобильный будет, а GSM. А то мобильный, не мобильный телефон, это уже даже для радио полный терминологический пиздец. Ну, вот мне в моем тренде, пишут, что я умственно отсталый деградант, и вот теперь я делаю мобильный, не мобильный телефон. Ееееее! Будешь делать, добавь диодный дисплей для цифр и сброс набранных. Это удорожает, это нужно как минимум модуль что-нибудь вроде 16.02 подключать. Во-первых, мне жалко лишних 4 пина, если подключать через SPI и так, 3 управляю, и 7 пинов, если напрямую подключать. Мне жалко. В принципе, на STM как-то хуя пинов, ладно, это еще решится. Но я не люблю эти модули 16.02, кроме того, зачем? Пускай мамка набирает, вернее, сбрасывает рычажком, как обычно, набрала не тот номер, пускай слушает «Да пошла ты нахуй! Нахуй, нахуй, нахуй! Кстати, внутри этого мобильника есть даже ТТС, правда, я думаю, на английском языке только. Это-то хуел, сколько стоит стерекровать с металлическими спинками, которые я в приемку сдал за 300 рублей? Ох, и не говорим. Я вот иногда охуеваю от цен. Тут спросил начальника, сколько стоит стол вот такой? Он говорит, ну, 4000. Я говорю, а если кастомненько сделать, на 10 сантиметров меньше, ну, 3800. Я такой, как так? Как так? Моей мамке за кастомную мебель 1200 просили? Вот. Она говорит, да, пройдись по городу, мастерских дохуя, всем деньги нужны, поэтому цены низкие. Вот. А вот захочешь, спросишь, сколько стоит старая кривая с металлическими спинками? Уй, тебе ценник заломят. Так, напишет, стационарный GSM телефон, блядь, стоит тысячи три, так что за 300 рублей ты гений! Вот. Ну, в общем, то, что у меня есть, он, в принципе, может быть мобильным. Кстати, эту хуйню можно подключить к планшету и звонить с него, на нем, через него с планшета. Ееееееее! Ну, вообще, ребята, давайте, завидуйте моему мобильнику. Завидуйте, я сказал. Завидуйте! Завидуйте! А-а-а! Завидуйте моему мобильнику! Да, как-то, пофиг. Кстати, я появился здесь сделать этот дисковый GSM телефон портативным, то есть встроить его батарею, так, носящий его в сумке, так, в людном месте достаешь, набираешь номер, а ого, выглядело бы крайне по-хипстерски. С такими проектами уже надо на кикстартер. Чтоб завидовать модельским, мобильник, сейчас скажу. Называется эта хрень сим-800L. Это целый мобильник внутри. Мне почему-то Google выдает по этому запросу часы. аккуратно сделать мобильник в часах! Еее... Ручный мобильник тоже будущее, сгибающийся экран. Экрана, повторяю, в нем нету. Вообще. Можно приделать. Ну, это да, можем, в общем, любой. Например, экранчик от старых кассовых аппаратов. Такой вот, как в аниме был. Врата Штайнера. Вот с такими можно чиселками сделать. Вот. Наверное, ты уже рассказывал, но все равно спрошу, что на завтрашнюю распродажу присмотрел на Алиэкспрессе. Ни-че-го. Мои карточки аннулировали. На почте мне не отдают больше посылки, которые я вот назаказывал. Там какие-то новые правила. В общем, Эпопея Соли меня больше не волнует. Карточек, повторюсь, у меня нету. Заказывать тоже как-то некуда. Ну вот. А так я бы купил вот то, что нам сбросили вот посылочки. Кто-нибудь зарейтит то, что у нас посылочки? Это вопрос с тем, кто в конфе. Блядь, что-то она не кликабельная. Ну, скопируй, открой. У меня кликабельная. Вот тянка слева, которая вот, я ее так вот катирую. Так что справа просто мебель. А вот то, что посередине слишком много слишком много синяков на теле, я считаю. Вот. Так что вот что-то из этого я бы прикупил на Али. Вот. С другой стороны, я кушаю антидепрессанты семейства Сиоз. Так что мне даже вот тех товаров на Али особенно не надо. Возможно, начальнику я буду начальника драчить, чтобы он купил мне все-таки фотонный принтер. Возможно, детали для коптера. А из коптера я сделаю это самое как его рекуператор воздуха. Ну, как-то так. А я на Алиэкспрессе всегда налички платил. А что, так можно было? Налички платить на Али? А это как? А что, так можно? Ну что, кто-нибудь фотку-то отрейтит, нет? Алло. Не, я, пожалуй, такой рейтить не буду. Ну, ты бы хотел вот принять в этом участие? Я сомневаюсь, что я даже зрителям бы хотел принять участие тут. А я бы не отказался. Причем мог бы в главной роли побыть. Да. Вот. Какой-то ты слабонервный, что ли. Вот. Я бы с удовольствием вот все это попробовал бы на себе. Абсолютно все. Вот. Ну что? Что еще? Темы, похоже, у нас исчерпались на сегодня. Моему мобильнику никто не завидует. основной мой мобильник обиделся, что я приобрел вот замену для него. Вот. Мобильник обиделся и поэтому больше не хочет заряжаться. Ну, что еще бы почитать. Вот. Ну, новостей особенно нету, я смотрю. так что... Во! Разве что вот эта новость есть неплохая. Итак. Уязвимость, предоставляющая доступ к данным на самошифруемых SSD-накопителях. Группа исследователей из университета Неймегена Нидерланды в ходе проведения обратного инжиниринга прошивок некоторых моделей самошифруемых SSD-накопителей выявила фундаментальную недоработку, позволяющую получить доступ к зашифрованным данным. Пользователям рекомендовано не доверять встроенным в SSD-накопителе аппаратным механизмам шифрования, а использовать полностью программные реализации, такие как Веракрипт. Суть проблемы в некорректной организации шифрования, позволяющей расшифровать данные без знания заданного пользователем пароля. Оказалось, что реализуемые в докопителе схемы шифрования не соответствуют стандарту TCG-аппал, сдаваемый пользователем пароль никак не используется для генерации или защиты DEC-ключа, непосредственно применяемого для шифрования. Несмотря на то, что сдаваемый пользователем пароль позиционирует как пароль для шифрования, прошивка накопителя использует его лишь для авторизации доступа. Даже если для разных разделов пользователем заданы разные пароли, фактически для шифрования на уровне прошивки применяется один общий DEC-ключ. Для защиты основного ключа шифрования на деле используется мастер-пароль, который предоставлен в прошивке и доступен для извлечения. Более того, в некоторых изученных устройствах мастер-пароль предоставляет свою просто пустую строку 32 нулевых байта. Подключившись к отладочному порту, при помощи программатора можно через изменение специального флага в прошивке, извлечение DEC-ключа или модификации прошивки для отключения проверки пароля получать доступ к зашифрованным данным без знания пароля заданного пользователя. Наличие проблем подтверждено в накопителях Samsung T3, T5, 840 EV и 850 EV, а также в накопителях Cruzeal Micron MX100, MX200 и MX300. Возможно, проблем подвержены другие модели, так как анализ ограничился лишь имеющимся у следователей устройствами. Производители Samsung и Cruzeal были уведомлены проблемой в апреле и уже успели выпустить обновление прошивок для проблемных SSD накопителей. Так, нам пишут, а Dilldac не великоват будет? Ну, дайте-ка я посмотрю. Нет, не великоват, главное, побольше смазки и тогда все будет хорошо. Тем более, что в процессе процесса, скажем так, Дырочки расширяются. Там же есть отдельный пункт, другие виды платежа на личный расчет. Платишь через терминалы типа Связнова. Так, погоди, а паспорт нужен, когда плачешь через терминалы типа Связнова? Паспорт нужен или какие-то другие документы? Что вообще нужно говорить? Как это происходит? Расскажите мне, как на АЛМ платить на АЛИ? Расскажите! Ну, насколько я понимаю, это терминалы типа вот этих Киви. Я один раз с таким пользователем, кстати, раньше они были хорошие, там комиссии не было, там до какого-то количества X комиссия там любую оплату, причем неприятная. Документов никаких не нужно, нужны только, я так понимаю, те данные, которые запросит АЛИ, и все. Думаю, это делается чем-то вроде перевода. Тут есть две проблемы для меня. Первое, возможно, такая хрень, запросят мобилку. Почему? Потому что, например, Киви на все возможные и невозможные переводы запросят мобилку. У меня мобилка без экрана и с нераспаянными разъемами. И это даже не шутка. Вот пишут, скорее всего, нужен номер телефона, проданного по паспорту. Ну вот, да, есть такая вот проблема. А мобильник у меня, ну, вот немножечко недопаян еще. Вот, это раз проблема. Вторая проблема, скорее всего, относится к нашему распиздяйству. Когда ты приходишь заплатить там за мобилочку, там, за кабельное телевидение, там, за интернеты, там, не знаю, за электричество, там, за коммунальные платежи какие-то, там, за воду. Вот, такой, говоришь, мне бы заплатить там за адресу улица Пушкина, дом Колотушкина. Тебе говорят, Колотушкин Петр Сергеевич, вы, у вас числится должность, там, 50 рублей. Вот, вот как-то так. Такой, приходишь, значит, в связной, говоришь номер платежа, тебе говорят, так, Сергей Николаевич, вы подтверждаете покупку дилда, 30 сантиметров, горячий огонь дракон, мужской гей-секс, очень жарко. Так, пока искал конфу, чтобы посмотреть, что там, вы уже и закругляетесь, так и не нашел. Ну да ладно, значит, не особенно интересно. Хотя конфа находится в разделе контакты. Так, представил, как ты на разные номера поставил разные комбинации для включения телевизора, переключения каналов, управления светом, дверями гаража. Крутим мы такие диск, щелк, 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 телевизор делает звук громче. Слушайте, это охуенно. Только управлять таким домом будет дорого. Но, а так ты изобрел универсальный пульт дистанционного управления. Это же охуенно, ребята. Можно с реально старенького телефончика отправлять смс-ки. Но это дорого. Поэтому в современных домах, умных домах, можно всем управлять по вай-фаю. Конечно же, незащищенному с паролем 123. Так, платишь так же, как и за сотовый телефон. С термонала. Нужны только деньги и код с Али, который придет на мобилку смс-кой. Телефон указываешь на Али при покупке. Любой. Ээээ, погоди. Если я укажу любой, то как я получу смс-ку. Кхе-хе. Как-то так. Но, в принципе, мне это уже интересно. Надо попробовать заказать дилдо длинный 30 сантиметров. Ну, че-то как-то так. спасибо буду иметь ввиду из интересных вещей на ли повторюсь фотонный принтер мне интересен возможно какой-нибудь чпу можно было бы взять чтобы детальки выпиливать из металла или из древесины можно попытаться какие-нибудь гаджеты для кухни например какой-нибудь супер мясорез овощи шинковку ну что-нибудь такое машинку для пельменей можно было бы взять в общем что-нибудь такое чтобы позволяло что-то производить что-то такое полезное и нужное вот ну и конечно же дилдак 30 сантиметров жаркий дракон почему ну потому что он позволяет производить немного счастья в твоей жизни ну как то так ну что есть у нас кто-нибудь кто хочет что-то сказать добавить ну в принципе вообще я хотел рассказать как то что я тут сначала эту осень переехал к бабушке живут и водитель своей наконец комнате дочь что не знаю как рассказать если какие-то вот начать пару вопросов может получится рассказать вот не знаю с чего начать так где ты живешь сейчас я сейчас живу бабушки в отдельной комнате в которой раньше то интересно жил мой папа а где папа папа живет с мамой в квартире где раньше жил я вот и в том же вузе те же учителя говорят а вот твой папа не был таким ебланом как ты я его помню так он у меня и кровью попил к сожалению пока не говорят а так мог бы троллить вполне а мне такое говорили так нам тут подсказывают что платишь также так 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 любой телефон в смысле не обязан привязывать его к аккаунту на али терминал знает только сумму не тип товара слушай это охуенно тем более что можно принять смс-ку на практически любой номер охуенно вот ты шутишь в юл марте покупки так и отдают объявляя на весь зал что ты купил причем там еще и торгуют товарами для взрослых так придешь на выдача там анальная смазка у кого анальная смазка рваная попка чья смазка мужчина ваша мужчина стойте вы куда вот типичный наш сервис россии я тебе больше скажу так разве так и на большинстве пунктов выдачи делаю суть в том что они в общем то небольшие там как правило нету толпу народа ну не знаю вот полное презрение к интересам покупатель это я считаю чисто российская фишка ну а есть допустим вот у озона такая фича что озон самый паскудный магазин если что ну в общем неважно них есть короче фича у меня там мама заказывает поэтому заказала я пойду завтра забирать у них есть такая фича типа озон бокс короче говоря ты приходишь в пункт доставки у них там стоят ящики и экран ты вбиваешь номер своего заказа твой ящик открывается ты забираешь для негабаритных это при доставке можно это выбрать отдельным пунктом если там не хочешь чтобы твой товар называли на весь зал думал других то тоже есть но вот не знаю у меня с озоном последний раз случился борьбах искал я одну книжку не будем называть название но вот я эту книжку искал гуглил гуглил ну никак не найти а ее так хорошо порекламировали что мне прям ее дико хотелось приобрести и естественно эта книжка была на зоне ну памятуя все то что я знаю этом магазине все что я думаю о его создателях ну и вообще рашки рашка интернет-магазинах я считаю в рашке никогда ничего не покупать не надо у меня был всего лишь один успешный опыт когда российский интернет-магазин предоставил нормальный человеческий сервис всего один опыт вот на море того негатива с которым я сталкивался так вот я так знаете думал ну конечно же меня макнут в говно я вот буду not satisfied после этой покупки и даже кол мне будет некому поставить за эту покупку ладно хрен с ними думаю пойду закажу и главная книжка там стоила что-то недорого рублей 200 всего чтобы не заплатить иду значится я ну думаю добавить в корзину доставка ага что у нас доставкой есть режим самовывоза опа удобно ага самовывоз есть только ну в тех представитель в тех городах где вот есть представительство озона ну понятно моего города как всегда нет опа есть есть списки ебануться ебануться выбирая естественно самовывоз чтобы подешевле а мне говорят ну вот значит за книжку 200 рублей какая-то там страховка упаковка какая-то еще поебень и самовывоз 400 рублей ненависть в результате я вышел из дома прошел метров пятьсот до ближайшего книжного магазина книжка оказалась там в наличии купил ее за 180 рублей в итоге никогда ничего не покупайте на озоне, никогда самый паскудный магазин так, товарищ от бабушки который, похоже, съебал жаль так, Юлмарт опаскудился, раньше они просто номер заказа из чека диктовали на выдаче ясно так я на озоне иногда покупаю учебники, ну покупал а потому что они типа дешевле и доставка прямо недалеко от дома у меня была зона, сказать а если я хоп потому, потому что я их проебывал не, секунду, а тебе как-то не западло платить за самовывоз 400 рублей? а там там только за доставку без самовывоза то есть до места куда я самовывоз самовывоз в моем понимании самовывоз это бесплатно и вот там вот за этот самовывоз Я хрену знаю. Мне почему-то из самого Китая всё идёт на халяву. Практически всё. Здесь ссаная книжка до моего города доходит за 400 рублей. Плюс я это ещё называется самовывоз. С меня берут денег за самовывоз. Они там совсем охуели. Я не знаю. Может, проблема в точке, где у тебя находится самовывоз? Не знаю. Я бы пришёл, бы у них спросил. Какого хуя? Если к вам 600 рублей, а почты, допустим, 200 рублей. А? Не, ну почты там они ещё, наверное, взвинтили бы. Я говорю, самое главное, что эта же книжка в ближайшем книжном магазине стоила 180. Она даже дешевле была, чем на этом. В паскудном азоне. Это, кстати, что, мать заказывает этот корм. Допустим, корм стоит 1000 рублей, и ещё 100 рублей доставка. И всё, она больше ни за что не платит. Ну, это ещё новом. Только я почему-то уверен, что этот же корм в ближайшем магните стоит 800 рублей. Да нет, он как раз типа элитный, наш мухосрань, либо идти в магазин, который он стоит уже будет полторы тысячи, вместо 1100, если сазон брать. Ну, ладно. Заказывает коту кон, да. Ну, мне, я вообще в охуе, она кота, и вот вообще поменяла режим коту. У нас раньше все кошки типа едят то, что едим сами мы, и она решила, что нового кота будут кормить только нормальным кормом. То есть, который стоит как раз полтысячи рублей. А я за кота не сойду, а? А да, блин, после этого она накопит, если вдруг что-то с этим случится, она будет копить деньги только на Майкуна. Батареи, коты ей нахуй нужны. В каком-то магазине вообще начисляли бонусный балл за то, что ты самовывозом забираешь. Так, покупал большую гайку упаковки от батареи Sony. Понравилось. Хороший опыт. Справедливости ради, у китайцев доставка все чаще платная или включена в цену. Причем это заметно, что включена. Ну, есть такое. Зато у меня телефон мобильный за 300 рублей пришел. Алло, это пиццерия. Мне бы пиццу с доставкой большую для кота. Так, мой опыт на Азоне был такой. Я заказал книгу, которая якобы была в наличии. Сразу же мне пришло сообщение, что книги нет, но скоро будет. Такие сообщения мне присылали каждую неделю в течение полугода. В итоге мне написали, что книги нет и не будет. Дали скидку аж 5% на любую другую книгу. Но только книгу и все. У меня был еще более веселый опыт. Я заказал на Азоне книгу на контору. Вот, директор сказал, что ну, мы это, конечно, оплотим, но с этим вашим интернетом больше связываться никогда не будем. Вот, это, кстати, вот реально. С российским интернет-магазином связываться, когда ты думаешь, что блять, ебаные суки, интернет-магазин это для зажравшихся миллионеров, которым деньги девать некуда. Это с Китая всякие бомжи заказывают, а у нас нет. Нам пишут, так вот, кто в Кукарекалку с Нинтендо пишет. Кто? Честно говоря, я так и не понял. Вот. Так, насчет житья у бабушки. Ты здесь? На месте. Вот. Скажи, а бабушка как относится к тебе и к твоим посиделкам в таких вот конференциях? Я так понимаю, сейчас они уже там легли спать где-то, так что ей пофиг. Но в дневное время там все порно свое смотришь! Максимум она жаловалась на то, что у меня морды стоят на экране. Это касается моего рабочего стола и, в принципе, все. А шо у тебя там за морды? А, так ведь-то... Пилармены... Пилармены? Ну, это из Жожи, так, локально. Хорошо, что я не знаю, что это такое. Да. Удваиваю анончик наебанного с книгой. Я так заказывал на Озоне книгу, которая будет в наличии якобы через 15 дней. В итоге кормили завтраками 5 месяцев. А потом сказали, хуй тебе. Так, просишь нужную книгу? Возьмите эту, это красивее! Так, ну а вообще, дед с бабкой в твою жизнь как-то вмешиваются, нет? Тут скорее наоборот. Я... Накажусь чуть ли не в состоянии войны с ними. В основном это касательно еды. А что ну так, с едой? Вот смотри, как по-твоему нужно готовить геркулес? Ну, замочить, поварить и жать. Нет, в чем варить и сколько? Вот это такой вопрос. Варить в кастрюльке, очевидно. По времени, ну, в зависимости от того, как тебе нравится, ну, минут 10, 15, 20. Есть варианты, когда геркулес можно и час варить, точнее, томить на маленьком огне? Они покупают, в общем, геркулес, который овсядый хлопья, буквально стертый в порошок. Варят его с молоком 3 минуты, ну, или 5. В общем, по консистенции это просто клейстер. Есть можно, но у меня на это такое уходит, чтобы съесть тарелку около, там, 15 минут. Ну, с утра время ограничено. В общем, я сначала как бы... А ты работаешь? Нет, я учусь. А деньги какие-то есть наличные? Ну, есть. Когда нужно родителей обеспечивать. В остальном, в принципе, не очень-то и нужно. Что мешает купить маленькую кастрюлю? Купить этого же самого геркулеса и варить нормально, как ты любишь? Нет, я так и сделал. Только вот, когда я, скажем, сказал, всё, я буду делать, как я хочу. Был бубур, типа, чё нам не нравится, мы готовим, что ли, плохо. Потом. Афика вообще ужасно моет посуду. То есть она берёт щётку, которая, наверное, старше меня, и даже не нажимает, когда её моет. Я, опять же, снистрялся по этому поводу. В итоге я купил себе две своих, там, три свои тарелки и мою их сам. Ой, вот это реальный бугурт. Я... Это же анон... Чё? Твоя бабка напоминает мою бабку. Твоя бабка напоминает мою мамку. Вот, это вот реальная проблема. То, что, причём, нальют моющего средства, и хуй, блядь, прополощат после него. При этом, из-за того, что средства ещё разбодяжат так, что оно перестаёт, блядь, работать. А моют не то, что... Вот, где-то губочки металлические, которые превращаются в оружие массово прожитие. Ты губкой один раз тиранёшь, потом кастрюльку или там тарелку от неё полчаса отмывать от этой губки будешь. Нет, я говорю, выкини! Нет. Я, главное, из окна выбрасывал. Она вышла, подобрала, мол, это же вот вещь. Нельзя выбрасывать. Погоди, у меня всё хуже. Щётка, как бы, имеется в виду пластиковая, такой с пластиковой щетиной. Она моет обычную посуду, ну, кроме, там, тарелок, эти... Ой, то есть, кроме кастрюли и сковородок, она их моет хозяйственным мылом. Я? Всё правильно. Ну, не знаю, я как-то привык мыть всегда средства. То есть, берёшь обычную губку, как бы, нам... Мочишь, как бы, руки, мочишь, пофиг. Ей вот не нравится мочить руки. Я, как бы, спокойно мою, спокойно смываю, всё чисто, хорошо. Ну, с того, как она моет этой щёткой, ей важно, чтобы руки не намокли. У нас, походу, летит семейная. Поэтому я потом так... Ну, я иногда оставляю, там, с утра тороплю, оставляю, там, я говорю, бам, помой посуду, там, за меня. Ну, приходится мыть ещё раз, когда прихожу. Вот у меня такая же проблема. Но у меня другая проблема. Берёшь, как бы, чистую посуду, а она вся слегка липкая. Во-во-во-во-во-во. Одна пишет, Анон, это про тебя на адвачах писали, как ты поехал к бабке, и она подала на обед суп из кишок собаки. И в холодильнике ещё остатки собаки были. Не, не про меня, да я знаю этот случай. Бля, залить полбутылки воды, когда в бутылке средства жижи на дне. Хуй! Вот ты купил новую бутылку, его же надо разбавить, чтобы эконом не расходовалась. Так, блин, есть же это, китайские концентраты, типа, они как раз для такого и созданы, чтобы их разбавлять и долго пользоваться. По цене они не сильно дороже обычных средств. Нет, суть в том, что вот этот китайский концентрат, или даже, вот я использую, АОС, они сами по себе густые. Их кинул, буквально там капельку налил, и этой капельки можно вымыть огромную кастрюлю. Вот, а вот после того, как оно разбодяжит это средство, ты его сколько ли не лей, оно не остаётся на поверхности, и оно уже просто не отмывает, оно уже не работает просто. Погоди, ты что ли льёшь средства сразу на посуду, а не на губку? Да, да, капельку. У меня нету губки, у меня железная такая мочалка, я капельку лью прямо в кастрюльку, вот, металлической губкой начинаю терять всё это, пидорить, сразу образуется пена, и эта пена отлично всё очищает. И грязь на самой губке не остаётся, и на кастрюльке не остаётся. Если я кастрюльку несколько дней не мыл, полностью её засрал, то я ещё содой пищевую, то есть, сполоснул моющее средство и содой прошёлся. Ну, не знаю, во-первых, мне кажется, такая есть штука, но она используется только там для кастрюль. Мне кажется, что вот стеклянную посуду, которую я себе купил, она хорошо так быстро поцарапает, а в сковородке она просто противопоказана, такая металлическая губка. А сковородка должна быть нержавеющей. Она должна быть антипригарной. Нержавеющей? Сковородка должна быть чугунной. Чугунная хорошо, но как бы тоже используется, но я в основном предпочитаю антипригарной. Меньше расход масла и просто удобнее. Со вкусом фтеропласта. Не, никаких привкусов нету. Даже фтеропласта без вкуса. Ну, это просто известный мемасик, что фтеропласт постепенно, потихонечку всё-таки переходит в пищу. Вот. А что касается... Поцарапаешь? Я вот в качестве посуды использую люминарк. И только люминарк. Нихуя оно не царапается. Ну, не знаю. У меня какая-то... Которую я себе купил, это какой-то ноунейм из Ашана. А вся остальная посуда в этом доме, ну, старше меня, скажем так, раза в два, наверное. Знаешь, вот посуда из Ашана... Я не знаю, какая она. Я вот в Ашане никогда не был. Я подозреваю, что это какой-то лютый Китай. Вот. И вот сейчас я буду судить со своего, значит, дивана с таким, знаешь, удалённым телескопическим зрением. Так. Советская посуда, как правило, она достаточно хорошо глазурирована. И когда советскую посуду моешь, она скрипит примерно так же, как это делает люминарк. Советскую тарелку хоть так же поцарапаешь, если оно правильно сделано. И, в принципе... Сейчас скрипит, что имеется в виду? Типа такой характерный звук, когда вот вводишь... Пальцем. Пальцем по стеклу, типа такого же. Да, по мокрому. А, да. От той посуды из Ашана тоже такой звук есть. Она стеклянная. Я тебе говорю, я сейчас найду фотку, скину её. После грома тебе в кухню. Насчёт ещё раз посуды из Ашана. Я её не видел. Но я брал посуду из ёбаного фикс-прайса. Ёбаный галимый Китай. Вот эта посуда не скрипит. Я её не могу отмыть до состояния, чтобы она скрипела. У меня всё время кажется, что она в каком-то... Не то техническом масле, не то ещё что. Я её кипятил. Я её тёр с содой. Это сам материал такой. Кто-то написал на одном из форумов из китайских ядерных реакторов. Я не хочу такой посудой пользоваться. Это не та посуда, к которой я могу доверить свою жизнь, своё здоровье. А вот старая, советская, в принципе, норм. Или вот моя... Я сейчас использую элитный люминарк. Вот нам пишут. А-а-а, моющее средство. Я прочитал, что это причина номер один язвенной болезни. Сомневаюсь, что правда. Но с тех пор пристально слежу за полосканием посуды. Особенно в гостях. А я честно, открыто, прямо в лицо говорю, что... БРЕЗГУЮ ВАШЕЙ ЕДОЙ! Так, Вой, я закину обе мои тарелки. Так выглядят. Вот, все можете посмотреть, если кому интересно. Также нам прислали вопрос. Что за история с супом из собак? Если знает об этом, то пусть расскажет. Я думаю, сейчас можно, я могу залезть на архивач и найти тот тренд. Или просто вбить в Google сейчас. Потому что ты случайно не тефлон пытался отмыть? Он не только на сковородках. Не знаю. Тарелка была прозрачная. Зачем в тарелке тефлон, я не знаю. Вот те тарелки, что сейчас у анончика, ну, в принципе, они выглядят слишком какими-то такими тонкими, чуть ли не пластиковыми. Но, я так понимаю, это все-таки настоящий фарфор, да? Я не знаю, что это. Я так понимаю. Я склоняюсь тому, что это что-то... Оно дзинькает? В смысле дзинькает? Когда? Возьми ложку, вилку, ножик, и по этой тарелке ударь слегка. Дзиньк? Или пум? Нет, дзинькает. Ну, что-то больше похоже на стекло, наверное. Если дзинькает, это хорошо. Если похоже на стекло, это прекрасно. Если по звуку похоже на пластик, нахуй. Сразу я бы такое выкинул. Не-не-не, это точно не пластик. Они не такие тонкие, как на фотке, кажется, и достаточно увесистые. А, это прекрасно. Чем больше весит, тем лучше. Ну вот. Самая, кстати, абсурдная ситуация была с ванной. Я вообще изначально перед передвижным хотел уговорить, чтобы, в общем-то, ну, сделать там прибор. Потому что они выглядят так, что... Ну, прям, сказать, пиздец. А ремонт на чьи деньги? На батины, конечно, начни. Еще не на их же пенсию. Так, а они чего? Они наотрез отказались. Ну, в общем, я решил ограничиться именемом. Я обнаружил, что у них на шторке есть какие-то странные черные образования. Ну, немного гуглинга. Я сомневаюсь, что это может быть что-то другое, чем черная плесень. Ну, скорее всего, она родная. Ну вот, я подумал избавить... Ну, как бы, блин, шторк старый, а чего уж там думать. Возьми, возьму, куплю им новую. Ну, взял, поменял. Старую не стал выкидывать, там, поюз, да, куда ее девать, может, мало ли, там, она, наверное, как память. Мне устроили истерику и повесили старую шторку обратно. Я так и знал. Довая сейчас у меня лежит вот рядом со мной в пакете сложенная. Я пытался, значит, воевать со старой. Как бы, не хочу быть завеси с черной плесенью. Я ее замочил в отбеливателе. Стандартная такая дешевая белизна. Замочил на час. Нихуя. Ну, чуть подольше. Тоже нихуя. Оставила на ночь, так вообще нихуя. Шторка, блин, пластиковая. Вот, напишет, плесень канцерогенная. Шок. Так, а фунгицидами обработать не? Да я, пожалуй, ее еще раз оставлю на ночь с отбеливателем, только добавлю туда немножечко крота. Думаю, на утро шторки не будет. Ну, так в этом и цель. Ну, ладно. Так, что нам пишут? Из отработанного железа из китайских реакторов. Гадость какая! То и дело чернобыльских водопроводных переплав. Своё родное. Да, родное. Так, это фикс прайс диш. Дешево и элитно. Нихуя это фикс прайс не элитно. Вот мои тарелки. Камфхора совсем стыд потеряла. Ты еще свою любимую кружку всем покажи, извращенец. А у тебя кружка есть? У меня их целых три, еще один стакан. Давай сюда. Так, я сейчас даже ради вас вылезу из сочева, не пойду их сфоткаю. Сейчас, ждите. Мы тем временем ждем, как Анон будет свои кружки фоткать. Вспоминается небезызвестный кружка-кун. Возможно, мы сейчас что-то нового узнаем о нашем Анончике по его кружкам. А так тарелки, в принципе, нормальные. Единственное, мне непонятно, почему макароны слева разваренные, а справа такие более альдентные. Похоже, слева на них масло, а справа к макаронам комплектуется лишь томатный соус или кетчуп. По виду это скорее кетчуп и сосиска, похожая на такой завернувшийся сморщенный член. Так, что тут тем временем у нас интересного происходит? Вот, пристался ты за такое разрешение, фоточек будет гореть в аду. А что, нормальное разрешение, фоточек, ничего страшного нет. Слева просто бабушка пожевал, чтобы внучеку было удобнее кушать. Вот. А что, бабушка заботится о внучке, заботится о его пищеварении. Так, что, действительно. Так. Нормальные пацаны из-за мисок едят или из глазурированных, или из нержавейки. Ну, насчет глазурированных нормальную глазурь сейчас не делают практически, поэтому я жру из люминарка, из этих стеклянных черных тарелочек, из бульонниц, салатниц. Ох, господи, аллилуйя. Так же, пишу, что-то маловатой дозы-то. Ну, нормальные дозы, особенно если пытаешься похудеть. Так что, все хорошо, главное не переедать. Я вот переедаю, я вот сегодня сварил, значит, петушиную ногу, она на килограмм где-то была, одна нога. И вот добавил туда картошки. Значит, была картошина, ну, в диаметре, не знаю, сантиметров пять. И вот кусок мяса с этой ноги, сантиметров так, ну, не знаю, десять я сковырнул. Вот это нормальные пропорции были. Вот, потом я думал, что-то мало, да еще картошечки. Сожрал. В итоге потом дристать начал, ибо слишком много. Если пожеванное, то это дед доест! Вот вам смешно, а у старых людей могут быть проблемы с зубами. Им-то уже картошечку не пожевать, им нужно все на мясорубочке прокручивать. Кстати, это достаточно интересная еда. Можете попробовать провести эксперимент. Если у вас есть кухонный комбайн или какая-нибудь электромясорубка, чтобы не заморачиваться, прокрутить с зубами с зубами помидорки, огурчик, картошки, все перемешать с майонезом или маслом, или лучше со сметаной. И, в принципе, неплохая вещь. Такую хрень можно на хлебушек намазывать и вот жрать. Мне, в принципе, норм заходило. Такие дипые. Собственно, для бабушки как раз мы на дне рождения подарили блендер. Можно говорить, что она им не пользуется? Конечно нет, это же шайтан-машина. Так, сейчас будут вам фотки моих кружев. Кружев! Твоих тоже. Твоя баба тебя уже на кружева подсадила? Пытаюсь избавиться, я с ними воюю. Надеюсь, эта война какая-нибудь будет закончиться. Но ведь это же твоя семья. Это же, можно сказать, продолжение тебя. Как можно воевать с самим собой? Не, блин, когда я как бы ездил сюда, где сам на пару, ну, на недельку, там, на несколько дней, это было прикольно. Но теперь я тут живу. Вот я все это слышу и не понимаю. Как и родные люди не могут ужиться? Я ведь собираюсь Бетарск строить. Община на сто человек. И все вместе будем жить под одной крышей. Возможно, даже на одной кровати. Вот. А тут человек не может с родной бабкой ужиться. Как же так? Я этого просто не понимаю. Проблема в возрасте просто. Ну, а в чем проблема? Проблема, я считаю, надуманная. Дело в том, что ты не уважаешь их, они не уважают тебя. А нужно подойти к проблеме как-то более творчески. Понять потребности друг друга. И тогда наверняка вдруг запляшут облака. Отличные, отличные кружки. Особенно Ресерч Фэссилити. Вот это мне доставило. Не, ну, из Глуби из Германии. Так. Как ты с мамкой не можешь ужиться? С ней я не живу. Ха-ха-ха. Так. Выкинул шторку. Дед годами об эту шторку хуй вытирал. А тут пришел молокосос и выкинул годную вещь. Это все равно, что старые уютные тапочки у человека отобрать. Ты понимаешь? Ну, так у него есть другая там. Понимаешь, тут... Своя шторка ближе к хую. Так там две шторки. Одна закрывает ванну от остальной части ванной, а вторая закрывает окно с подоконников. У тебя еще и подоконник в ванной? Это частный дом? Лучше это Сталинка. Вау! Так что, забитое окно и подоконник, на котором, блин, стоят, пожалуй, там перемешку шампуней всякие, мочалки и моющие средства для прочего. Так, что-то нам пишет. Поставил на ночь. Зато плесень все убил. Как бы бабку с дедом не убить испарениями. Скажи, пусть ищет трет про суп с собакой. Мне интересно. Так, пожеванный дед доест, чтобы внучеку было удобнее. Так, Антон, твоя бабка воняет и мало моется? Да нет, в принципе, не воняет. Я думаю, я вонюю больше, когда прихожу с тренировки. А изо рта у нее тянет говном? Не, я настолько близко к ней не подходил, скажем так. Вот нам пишут. А еще у меня подозрение, что в нынешней гречи не докладывают калории, не наедаясь той же порции, что хватало раньше. Ну, возможно, ты растешь. Надо энергии больше. Вот и кушать надо больше растущему организму. Ну, а возможно, внутри тебя растет какая-то опухоль, и ей тоже нужно больше энергии. Вот. Мне, кстати, тоже хочется постоянно жрать, но мне выписали специальные таблетки, и теперь хочется есть меньше. Мне, наоборот, нужно как-то увеличивать свой аппетит, а то я заебаюсь, заебаюсь, что масса не прет вообще. А нужно ли тебе эту массу увеличивать? В принципе, это несложно. Ну, не то, чтобы сильно, но чтобы хоть что-то было видно. А то вот, ну, как бы год хожу в фитнес, то есть, скажем так, по сравнению с моим другом, который занимается дома, у меня прогресс маловато. Скажем так, чтобы было видно, это не та причина, по которой надо увеличивать или сбавлять вес. Ну, мне в любом случае как-то нужно менять свой рацион, и вообще, а то я питаюсь, блядь, не пойми как. А у тебя деньги-то на другой рацион есть? Деньги не вопрос. Мне нужно вопрос в том, чтобы придумать и заставить себя этому следовать. Не, ну, это очень просто. Это, значит, сейчас модно, у нас одно время все было засрано спамом, личный рацион питания. Приходишь туда, в специальную конторку, у тебя спрашивают, ваш знак зодиака, спрашивают, сколько у вас детей, нравится ли вам, когда шампунь пахнет орехами, ну, и прочую чушь. Вот. И на выходе тебе дают личный для тебя, генетически расположенный к тебе рацион питания за сто пятьсот тысяч денег. Если что, вот, пожалуйста. А, я-то думал, ты имел в виду цены продуктов. И вообще... Нет, ну, нет, сама условия, конечно, стоит денег, но и по цене продуктов. Это меню тоже за сто пятьсот денег получается. Не, мне как бы просто составить что-то сбалансированное из того, что продается в обычных магазинах. Нету баланса! Нету! Из того, что продается в обычных магазинах, можно создать бесконечный континуум вариантов. Ну, так если можно создать, можно создать что-то полюбее сбалансирование, ну, как бы... Сбалансированного для какой цели? Блин, ну, чтоб я гастрит не заработал. Ну, поменьше ешь тогда. Бля, тогда я голодный на парах. Ну, гастрит-то тебе не нужен? Вот, тогда ешь чего-нибудь побольше, очевидно же. А вообще... А побольше, офигеть. Вот у меня проблемы, как бы, я не могу за один пресец есть много. Рассказываю, рецепт простой. Белый, мягкий хлебушек. Потребляешь? Только в прикуску к супам, ну, и с бутербродами. Вот, короче, значит, на хлебушек всегда намазываешь сливочное маслице. И с супами такой бутербродик отлично идет. И с чаем, и со всем остальным. А если супы не ешь, то на этот бутербродик можно налить немножечко меда. Без такого бутерброда и просто хлеб с маслом бабкины супы есть достаточно сложно. Я знаю. Вот съел бабкин суп с бутербродом белый хлеб и масло. Вот. А на сладкое, вот, после супа хлеб, масло и мед. можно сразу два бутерброда? На суп уходит порядка пяти бутербродов таких. То есть, ты хочешь сказать, что после пяти бутербродов в тебя бутерброд с медом не полезет? Бля, после пяти бутербродов... Не, на самом деле там суп в общем-то не очень калорийный такой. Так что лезет обычно еще второе. Ну и просто компот чё. В общем, советую тебе бутерброды с медом. Вот. А вообще, скорее всего, проблема в том, что вот тут написали «Блядь, если ты наследственно худощав, то хулишь от результата в виде массы». Вот. Можешь попробовать сходить к эндокринологу? Да, блядь, с набора веса у меня оторвали бы мне и так сейчас животные абсолютно плоские, заметно. Так вот, эндокринолог как раз занимается и лишним весом, и недобором веса. Ну, подумаю. Еще с несколькими там нужно будет сходить к нескольким врачам тоже по-хорошему, но я все как бы забиваю. Я все фоточку хочу сделать своих легких, а теперь вот какую-то пиздецом подхватил, кашляю, чихаю, пиздец. так, что нам пишут еще. Значит, поделитесь мыслями относительно вакуумной маринации, считаете ли оправданным тратить бабос на агрегаты для этого дела. Я, честно говоря, про это даже ничего не слышал. Есть кто-то слышал про это? Похоже, что нет. С человеком, который физически слабеет себя, всегда можно договориться, если ты понимаешь, о чем я. Тем более побои докриминализированы. Блин, кто-то мне батя живет. Анончик, я всякий раз, когда хочется подцапаться со старыми родственниками, вспоминаю, что они так или иначе умрут. Раньше. И да, кстати, если хочешь их побить вот уже физически, можно им это напомнить. Вот скажи, вы помрете раньше. Вообще, на самом деле, это очень грустная вещь, что ты воюешь с ними, фактически одна семья, а не можете найти взаимопонимание. Все-таки, я считаю, надо как-то преодолеть свои комплексы и попытаться представить, что это одна семья, и это продолжение тебя. Так, вообще, это странно достаточно современный интерьер для наших бабушек. Бабушка, поди, не очень стара! Не очень, но я не знаю точно, в возрасте, но там за 80. Ну, бабушка. Так, оно на макарончиках прогресс вряд ли будет заметен, пишут нам. Тогда надо макарончик глотать не вдоль, а поперек, очевидно же. Так, хочешь массу, жри больше. Белок это мышцы, а углеводы, энергия и жир, если не переработал в энергию. Не будешь жрать и тренироваться, усиленно загубишь здоровье вплоть до могилы, и проходил это по молодости. Жри больше, если хочешь тренить, по-другому никак. А вот я, как раз, я не могу жрать больше. Я что-то вроде, сейчас, кстати, я найду, у меня кое-что было там про, типа, как, не лекарство для аппетита, а что-то в этом вроде, сейчас найду, посмотрю. Меня, кстати, отправляли к гастроэнтерологу и сказали, что, мол, расскажи им про антидепрессанты, потому что гастроэнтерологи могут лечить вот колесами для головы. А у меня есть предложение, Анон, который хочет набрать есть. Анон, а ты не пробовал есть пищу богатую быстрыми усваивающимися углеводами? Типа? Ну, типа, допустим, те же самые печеньки. Так я их 24 на 7 ем, что ты думаешь? Печеньки это моя жизнь, правда, заканчивается быстро, скажем, замечательно. В смысле жизнь заканчивается. Ну, это тоже. С печенья имхал, он больше, диабет схлопочет. Так, бабушка не очень стара, за 80. Хочется уточнить страну, у меня мало кто пережил 60. Страна у нас Москва, вот. У меня родственники немного подольше пожили. Так, значит, скидки на Али 11-11 настоящие или стоит подождать, пока обратно цены снизят? Анончик, большая часть скидок на Али будет дутой. И даже в случае, скидки, возможно, цены будут еще выше, чем сейчас. Но, если ты мониторишь какие-то товары, то на многие товары будут вполне себе реальные скидки. Иногда 30%, иногда может быть даже больше. Вот. Но реальные скидки держатся очень недолго. Так, блядь, если ты нас... Так, это было вообще не серьезная трапеза атлета, засисочки с макарошками. Это скорее для ребенка, пишут нам. Алса, если бабушкин суп недостаточно калорий, то жри колбасу в прикуску с этим супом. Только действительно колбасу, а не говно. Алсом можно бабушкин суп улучшать, например, добавив в него сало. Ух, бля, прям, прям, тогда это будет просто перегрузка жиром. Ух, бля, мой батя жарит суп и кричит ух, бля. Так, вообще, если воюешь, то хуль там живешь. Хороший вопрос. Потому что в квартире, как бы, где же сначала, то есть с родителями, у меня нет своей комнаты, мне приходилось ее делить с сестрой. Как бы, из двух зол, типа, продолжить еще, как минимум, 9 лет жить с сестрой или пострадать с бабушкой, я бы убрал наименьшее. Хотя, сомневаюсь. Я бы пытался сестру приручить. Короче, я в любом случае со сну, как бы, там сестра направляет тут, как, что, в комнате, дизайном, все, в моем мнении, учитываясь, тут запрещает бабка. Я бы по центру комнаты насрал и сказал и сказал, это по фэншую. Ну, я пока до такого не дошел. Блядь, у тебя есть сестра, у тебя охуенная жизнь. Тебе вон, анончик от страданий хочет себе собаку завести, а у тебя сестра есть. Так. Возможно, метаболизм такой, тоже по юности не мог массу набрать, пишут нам. Что значит будут? 11-11 через час большинство скидок не больше тысячи рублей, вот я и пытаюсь найти, где эти 30%. Анончик, чтобы найти, где эти 30%, в течение года как-то аутировать на разные делдаки или что-то там хочешь себе купить. Вот, я хотел себе купить пояс верности, чтобы быть верным самому себе. Вот, и я знаю сколько, что стоит. Естественно, я буду всегда видеть, это реальные скидки или нет. Опять-таки, добавляешь товар в корзину, там фиксируется цена. Если товар стал дешевле, ты можешь это всегда сравнить. Стоп, а разве нету сервисов, которые типа отслеживают динамику цены? Есть. Ну, так в чем проблема? Ну, это надо ставить всякие говно расширения, а я им, мягко говоря, не доверяю. Ну, можно как бы поставить, не знаю, можешь поставить два, допустим, Firefox или там, да, виртуал, в конце концов, специально. Ну, это как-то, ну, не то. Это все равно, что подержаться за член спидозной шлюхи. Так. Вот сейчас, кстати, я нашел то, что говорил. Женьшень, отличительная способность Женьшени, это его способность увеличивать аппетиты как следствие общую массу тела. Женьшень несколько улучшает пищеварение, богатоприятно сказывается на состоянии печени. Вопреки общераспространенному мнению, реализирующий эффект Женьшени и его способность предупреждать развитие различных заболеваний не только выше, даже ниже, чем у других адаптогенов. То есть, я вот думал, все давно думал попробовать побольше про это узнать, каким там, попробовать, там, поесть, что его с ним нужно делать. Не знаю, такое не потреблял. Но, если я думаю, ты сломаешь себе гормональные баланс, то быстро наберешь массу. Впрочем, рад ты этому не будешь. Так, в прошлом году переплатил процентов так 15-20, закупившись 11-го, 11-го, особенно боль была в феврале, когда цены вовсе упали. Так, может просто не заниматься, чтобы организм не успевал все полученные калории использовать, получится впоследствии профицит жира. Анончик, жир еще надо синтезировать. Если ты жрешь углеводы, жир надо синтезировать, а на это тоже тратится энергия внезапно. Так, сестра не называет тебя Ани-чан! Не, она называет меня тупым мудаком. Понятно. Я бы вот, вот то, что ты видел на фоточке, вот, я бы такое с твоей сестренкой бы сделал. Я думаю, она не против такое сделать со мной. Ну вот, вместе так облачитесь и, значит, будете развлекаться. Битва на дюдаках. Ах, на страпонах! Так, а ты за сестрой подглядывал? Бляда, я, я не знаю, если я буду подглядывать, но я, наверное, потом не встанет. Да, он не встанет потом. У нее-то тоже. Сестра его просто грохнет, судя по всему. В этой семье яички есть у сестры, а не у него. Так, есть плагины, которые отслеживаются на товары. Спасибо! Эти сервисы отслеживания цен показывают максимум два месяца назад, они показывают общие картины, причем и вполне себе пиздят, поскольку оставил сразу два приложения по отслеживанию цен. Вот. Я вам скажу так, если вы хотите что-то купить на Али, просто знайте цены. Вот. И на распродажах можете пытаться найти какую-то вещь. Да, еще из моего опыта. Если компания-производитель устраивает акцию, например, моя Xiaomi E4K, она была на 50 баксов дешевле. Спустя год или там два года это Xiaomi E4K, когда она уже перестала быть топовой моделью, без всяких скидок стало стоить те же самые 200 баксов. Вот. А обычно дорогие товары вообще без реальных скидок. то бишь, что на распродаже там скидка 60% всего 30 тысяч рублей, что без распродажи скидка там 30% за 30 тысяч рублей. Так что, в принципе, большой разницы нет. Ну, вот я свою Xiaomi, конечно, выгодно купил. Ну, как-то так. Что она пишет? Если насрать, то бабка даже не сможет придраться по поводу того, что здесь твое только говно. Не надо про только твое говно. Вот. Ну, что? Я тебе желаю помириться с твоей сестрой, помириться с твоей бабкой, точнее, найти общий язык, а именно я бы готовил и подавал пример бабке, как бы тебе нравилось жить, показывал бы своим примером то, как ты хочешь жить и постарался бы объяснять, что тарелки липкие, бабуль, ты уже старенькая, плохо видишь, не замечаешь, но они липкие, а вот я мою тарелки начисто. Вот. Ну, как-то так. Так, дают ссылку с физача факью, вот, чтобы вы просвещались. Ну, возможно, кому-то тоже это понадобится. Вот. Что тут нам еще написали? Так, а потом не встанет. Всю ночь смотрел, а утром не смог встать, да, не смог встать из-за разбитых коленок. А доходил до физического воздействия от сестренки? Получал? Ну, может, в детстве, а так нет. Ну, это еще не так уж страшно. Ну, да, максимум доходило подушкой в голову. А, ну, это норм. Вот. Вообще, у меня вот странное желание взаимодействия с людьми. Мне хочется человека как бы, ну, как бы это сказать, так бы, изнасиловать, но изнасиловать в каком плане? Вот человек, я хочу, чтобы просто полежать рядом с человеком. То бишь, он лежит на спине, я лежу рядом на спине. И вот мы просто говорим. Вот такое вот изнасилование. Не знаю, у меня такое странное взаимодействие с людьми. То есть, не бить как-то там, не, не сдирать там одежду или что-то. Просто лечь рядом друг с другом и поговорить. Так, заказывал стабилизаторы в сентябре за 22 рубля штук. Сейчас стоит 35 со скидкой 33. Вообще, на Али все подорожал. Я вон SG90 заказывал по 50 рублей. Сейчас они по 70, сука. А дешевле нет. ЕСПшки 30, да, ЕСП32 тоже не меньше 4 баксов стоит. СТУК, сука, дорого все. Пишут, да, найди с сестрой общий ноготочие, язык ноготочие и видео не забудь запилить потом. Идет хорошо, но меня тогда посадят. О! Единственное, что действительно выгодно получилось в 11.11, это видеокарта 1050 TI за 7500 рублей, но это скорее из-за общей нанеймности видеокарты. То чувство даже лежать рядом с тобой уже изнасилование, да, полежать рядом психологическое изнасилование, я бы сказал кибер изнасилование, лечь рядом полежать, ну ты извращенец, я таких даже на сосочи не видел. Алса на этой неделе кто-то спрашивал, какие клетки для пениса лучше всего я котирую, железные или пластиковые. Вот глядя на эту фотку, что могу сказать. Ребята, не покупайте пластиковые клетки для пениса, ну разве что поиграться, так на один разик попробовать что это, как это выглядит вообще, представить это на себе и так далее. Благо стоят они 5-10 баксов, не больше. Вот в версиях за 10 баксов есть, в пластиковых версиях, за 10 баксов в некоторых моделях есть электроды, которые закрепляются или по бокам головки, или по бокам головки, и еще есть уретральный электрод, который вставляется в уретру. В принципе, ну, не сказать, чтобы это хорошая вещь была, но так на поиграться можно себе оставить. на постоянное ношение я такую вещь никому не рекомендую. Почему? Потому что у всех у этих пластиковых хуевен, у них очень сильно пережимается мошонка. Так что не надо. Там пишут клетки для пениса, лишь бы не раковые. Действительно. Вот я смотрю на фотку, здесь у героя металлическая. Уж я не знаю, что мешает делать клетки для пениса с более длинным зазором для мошонки, но в металлических это как бы учтено. Металлические как-то более-менее можно для постоянного ношения использовать, но они стоят дороже. Не сильно дороже, но дороже. И их стоит брать, если вы реально эти хотите. Мое личное мнение, что ни металлические, ни пластиковые, лучше не покупать. И если вы чем-то таким интересуетесь, купите лучше полноценный пояс за 300 баксов. Если вы совсем-совсем нищеброд и не хотите поиграться, попробуйте взять силиконовую версию с держателем для мошонки. Они стоят еще дороже, чем металлические, но повторюсь, они силиконовые и вот будут облегать все это. Ну, это опять-таки скорее для напоиграться. Вот такое мнение. Я просто когда отвечал, сказал, что лучше не бери ни то, ни другое, потому что гадости бери полноценный пояс. Вот еще есть силиконовые, я про них совсем забыл тогда упомянуть. Так, что нам написали? Лечь и поговорить. Моральное насилие! Да! Моральное насилие в семье! Тому пидору, который хочет взять 1050 1050 TI али хуй пресса. Скорее всего, там какая-нибудь восстановленная 750 с перешитым биосом, для которой красная цена 3-4 тысячи рубльсов. Самое страшное для меня, что под видом 1050 придет какой-то лютый китайский нонейм, который вообще от атишников. Вот это вот страшно. Которым комплектуются только китайские драйвера с вирусами. Это вдвойне страшно. Вот. А то, что там придет с перешитым биосом восстановленное, ну вот на это я как бы не очень рассчитываю. На али не очень много восстановленных товаров, так что на это я бы не рассчитывал. Потом пишут металлические для тех у кого есть хоть какие-то яйца. Ну вообще-то оно не на яйца крепится, оно крепится под мошонку непосредственно. Так, просто полежать. Вроде же в Японии есть такой бордель. Ну в Японии много чего есть, а я вот хотел бы так вот со многими родственниками лечь рядышком и поговорить по душам. Но меня никто не хочет слушать почему-то. Так, какая видеокарта лучше в ближайшие 5-7 лет от AMD или от NVIDIA? Мое личное мнение есть только видеокарты от NVIDIA, но это мое собственно такое необоснованное мнение, потому что компании Intel для меня лично в части создания видеокарт просто не существует. компании AT то бишь AMD тоже вот но это лично мое мнение можете как бы его проигнорировать. Вот там пишут да нихуя проверял и разбирал норм видеокарта colorful вот ну что на сегодня наверное все ребята есть кому что добавить а? Ребята а а в принципе нет в общем у нас кончились темы у нас кончились идеи 3 часа 50 секунд мы аутировали ну что на сегодня это все где-нибудь через полчасика я думаю мы продолжим заниматься какой-то хуйней ну а на данный момент все всем спасибо за внимание всем спасибо за участие вот шутка что лучше видеокарта или затычка под слот в виде сына Газманова да для тех кто не понял шутку Родион сын Газманова Родион ну ладно в общем всем спасибо за внимание всем спасибо за участие без вас бы эта конференция не получилась бы Родион Анимус мы доставляем анимус субтитры субтитры Продолжение следует... 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 Продолжение следует...